Глава 671 Иван легонько взмахнул палочкой, и вокруг повалилось несколько больших деревьев. Они протянули уродливые ветви, извиваясь и превращаясь в барьер, чтобы загородить собой Гермиону, Рона и Крауча. «Выходите, я знаю, что вы здесь!» — крикнул Иван. Его голос эхом разнесся по лесу, отражаясь от него и уносясь вдаль. Иван прижал свою палочку к груди и сделал два шага вперед. Казалось, он был неподготовленным, беззащитным. Он искал место, где прятался Барти Крауч, готовый выманить его. Младший Барти Крауч тоже искал возможность расправиться с Иваном. «Люди из замка вот-вот прибудут, и у вас осталось не так много времени», — сказал Иван, оглядываясь по сторонам. Его дух сильно сконцентрирован, и младший Барти Крауч не может больше тянуть время. В следующую секунду битва началась. Без всякого предупреждения Иван бросился вперед, спасаясь от смертельного проклятия, прилетевшего сбоку. Он стремительно взмахнул палочкой, и магический барьер с серебристыми водяными волнами поднялся из воздуха, столкнулся с темно-зеленым светом и вспыхнул шипящим огнем, сопровождаемый странным звуком воды. В промежутке между атаками противника Иван взмахнул палочкой в том месте, куда летело заклинание. Из кончика палочки вырвалась группа темно-синего света и ударила в большое дерево вдалеке. Ствол быстро почернел и засох со скоростью, видимой невооруженным глазом. Иван услышал тяжелые шаги, и младший Барти Крауч быстро уклонился от его проклятия. Сквозь окружающий огонь он увидел фигуру, неуклюже метнувшуюся к дальним деревьям. Иван не дал другому шанса отдышаться, взмахнул палочкой, и из кустов взметнулся столб огня, высотой футов в пять, раскаленной до бела, и младшей Барти Краучу стало ясно, что пощады не будет. Ему пришлось отказаться от укрытия, и Иван увидел, как выглядит Барти Крауч в пламени. Чтобы его не обнаружили, он с помощью магии изменил свое лицо с изображения грюма. Бледно-желтое месиво, но при этом бледное, похожее на бумагу лицо с безумной, извращенной улыбкой. Его тело было обожжено пламенем, никаких болезненных криков, а на лице намек на возбуждение. Этот парень действительно безумец. В тот же миг огненный столб превратился в фонтан, а брызги воды упали на землю и превратились в ядовитых насекомых. Они издали песклявый голос, сгрудились вместе и бросились к Ивану. Круговое кольцо пламени сконцентрировалось на Иване и разлетелось в стороны. Сжигаемые пламенем, черви болезненно кричат и превращаются в черный дым. Одновременно с этим налетел порыв ветра, и огонь, который Иван развел вокруг, быстро погас, и снова наступила тьма. Оба мужчины задохнулись и не стали продолжать атаку, спокойно стоя на месте. Только что произошедшее столкновение позволило Ивану и младшему Барти Краучу узнать общую силу друг друга. Никто не может победить другую сторону за короткое время и продолжает оставаться в тупике, что, несомненно, выгодно Ивану. Младший Барти Крауч понимал это. Он не думал, что Иван окажется таким сложным и немного тревожным. Тут же взгляд упал на Рона, Гермиону и Крауча, которые стояли на страже у дерева. Битва продолжалась, и Барти Крауч целился в Рона и Гермиону, избегая атаки Ивана. Зеленое проклятие столкнулось с деревом, и опилки разлетелись, издавая ужасный звук. Вскоре они превратились в порошок. Иван отказался продолжать атаковать другую сторону и вынужден был идти на помощь Крону, Гермионе и Краучу. Не нужно бить младшего Крауча, просто задержать его. В этот момент мистер Крауч внезапно встал и, похоже, был стимулирован боем между двумя сторонами. Он вернулся в нормальное состояние. С ужасом глядя на младший Барти Крауча неподалеку, его глаза расширились, а тело задрожало. «Мой дорогой отец», — тихо сказал младший Барти Крауч, потирая губы. В тусклом свете улыбка на его лице, жестокая и ехидная, становилась все более явной, и он с интересом смотрел на мистера Крауча. «Помогите мне, помогите мне!» Мистер Крауч покачнулся и врезался в Ивана, хватая его за мантию и крича. «Я должен увидеть Дамблдора, мой сын, пожиратель смерти!» «Проклятие!» Иван выругался и скинул защитную мантию. «Я помогаю тебе, честное слово!» Мистер Крауч полностью лишился чувств и очень боялся своего сына. Он обхватил Ивана. Бум! Красный луч вспыхнул и ударил в Крауча. Иван должен был убить его, если он не хочет умереть здесь. Крауч отшатнулся от Ивана и отлетел назад, сильно ударившись о ствол дерева, из его головы потекла кровь. Темный лорд стал сильнее, он обрел мощную злую силу. Он с трудом встал на ноги, размахивая руками и крича, и побежал к лесу. «Это все моя вина, это все я!» «Неправильно!» «Я должен сказать Дамблдору, что не могу заставить Темного лорда преуспеть!» Он быстро скрылся в густом лесу, и младший Барти Крауч поспешил за ним. Иван замешкался и посмотрел на Рона и Гермиону, которые упали на землю, не двигаясь. Мистеру Краучу пришел конец, и младший Барти Крауч не может его отпустить. Иван не сможет спасти его, если догонит сейчас. Вместо него в опасности могут оказаться Роны Гермиона, которые находятся здесь. И хотя он не хочет этого признавать, в интересах обеих сторон позволить младшей Барти Краучу разобраться с другой стороной. Пусть все идет по первоначальному сценарию, и личность Барти Крауча не будет раскрыта. Ивана волнует только одно, что означают слова, которые Крауч в конце концов произнес. Валдемарт обрел более мощную злую силу. Каких успехов он добился в изучении злых богов? И почему мистер Крауч вдруг сбежал в Хагвартс, а младший Барти Крауч, видимо, получил новости и ждет его здесь. Тут же Иван подумал о коррезисе, или это был результат борьбы вампира с Валдемартом. Надо сказать, что в данный момент он действительно добавил немало хлопот обеим сторонам. Иван проверил Гермиону и Рона, они просто потеряли сознание, младший Крауч не убил их. Быстро просыпаемся, прошептал Иван, указывая рукой на Гермиону. Гермиона открыла глаза, ее лицо было неловким, что случилось, казалось, она лежит на коленях. Затем она увидела Ивана и попыталась сесть. Глава 672 Иван поспешно положил руку ей на плечо и позволил лечь. Что случилось? Прошептала Гермиона. После того, как Гарри ушел, я почувствовала, что со мной не все в порядке, как будто кто-то прячется в темноте и подглядывает за нами. Я просто выстрелила раньше времени и была сбита с ног. Ты хорошо поработала, Гермиона. Иван просто пересказал ситуацию. Он не сказал, что человек, который сражался с ним самим, был младший Барти Крауч, но сказал, что не знает этого человека. Кто этот человек, почему он должен убивить мистера Крауча? Сказала Гермиона, повернувшись в ту сторону, где исчез мистер Крауч. Иван, что нам теперь делать? Мы должны спасти его. В этот момент раздался звук шагов Дамблдора и Гарри. Двое торопливо бежали, и узкий луч света двигался взад-вперед между темными стволами. Что случилось, Иван? Спокойно спросил Дамблдор, что с Краучем. Он убежал в направлении леса, повторил Иван. Дамблдор слушал описание Ивана, задумчиво глядя на темный лес и понимая смысл слов Ивана. Профессор, мы пойдем за ним или вернемся и попросим кого-нибудь помощь? Спросил Гарри. Не надо. Дамблдор быстро сказал. Не двигайся, Гарри. Вы все четверо остаетесь здесь. Он поднял свою палочку и указал в сторону хижины Хагрида. Из его палочки вылетело серебристое нечто, похожее на бледную птицу, промелькнувшую среди деревьев. Затем Дамблдор подошел и разбудил Рона. Рон проснулся и закрыл голову рукой. Мне больно. Закричал он. Он ударил меня. Старый безумец ударил меня. Гермиона вдруг потеряла сознание. Я готовился подойти и посмотреть, что случилось, а старый маразматик подошел ко мне сзади. Не мистер Крауч, а другой человек. Прошептал Гарри, объясняя ему. Через некоторое время до их ушей донеслись громовые шаги, и появился запыхавшийся Хагрид. Он оскалил зубы и сжал в руки лук и стрелы. Профессор Дамблдор. Сказал он, сузив глаза. О, вы четверо, что здесь произошло? Он неловко огляделся по сторонам, разглядывая следы, оставленные Эвоном и Краучем после битвы. Хаг, пожалуйста, расскажи мне где профессор Грюм. Не нужно, Дамблдор. Фыркнул низкий голос и сказал. Я здесь. Грюм, присев на корточке, хромал из леса, и его палочка была наготове. Он переоделся, и от драки с Ивоном не осталось и следа. Позади него плыли носилки, на которых лежал Крам без сознания. Я должен был прийти раньше, если бы не эта нога. Сердито сказал Грюм, указывая на свою поддельную ногу. Профессор, что случилось с Крамом? Удивленно спросил Рон, глядя на Крама позади Грюма. Он упал в обморок, как будто на него кто-то напал. Грюм сказал грубым голосом, волшебный глаз быстро вращался. Иван вспомнил, что его обожгло магическим огнем, но теперь кажется, что ничего нет. Это действительно. Крам сильно ранен. Кажется, кто-то хочет убить этого ребенка. К счастью, я патрулировал лес и нашел его. Услышав слова Грюма, Гарри, Рон и Гермиона повернули головы и посмотрели на Ивана. Ну, я действительно напал на него, но он не потерял сознание и не пострадал, когда я уходил. Иван вздохнул и рассказал, что произошло между ним и Крамом. Последний использовал заклинание, препятствовав мне. Он не ожидал, что Крам встретит младшего Барти Крауча. Этот парень действительно неудачлив. Профессор, конечно же, это не Иван, а тот, кто преследует мистера Крауча. Гарри поспешно сказал. Должно быть, этот человек встретил Крама в лесу и ранил его. Да. С тревогой сказала Гермиона. Я могу доказать, что Иван. Тихо, мисс Гринджер. Крикнул Грюм. Вы только что упомянули Крауча. Да. Он исчез в лесу. Мы должны найти его. Сказал Дамблдор. Хак, ты должен позвать Каркарова. Об этом нужно сообщить. О, хорошо, без проблем, профессор. Хагрид с беспокойством посмотрел на Ивана. Затем он повернулся и исчез в темных кустах, а Клык побежал следом. Грюм поднял свою палочку. Черт, я его не видел. Я пошел искать Крауча. Сказал он, поднимаясь с корточек и уходя в лес. Остальные промолчали, а Дамблдор спокойно смотрел на спину Грюма и не останавливал его. Неудивительно, ведь теперь он должен был заняться телом мистера Крама. Профессор, с Крамом все в порядке? Обеспокоенно спросила Гермиона. Без проблем, но сделайте перерыв. Сказал Дамблдор. Через некоторое время они снова услышали движение, и не было сомнений, что Хагрид и его Клык вернулись. Каркаров поспешил следом, одетый в легкую и скользкую серебристо-белую меховую мантию, бледной и встревоженной. Что случилось? Он увидел лежащего на земле Крама и воскликнул. Что случилось? Игорь, на него напали. Сказал Дамблдор. Он еще не успел закончить, как Каркаров выпрямился, сжимая обмотанную вокруг тела меховую мантию, его лицо раскраснелось. Хватит, мошенничество, все мошенничества. Указал он на Дамблдора. Я понял. Это заговор. Вы и ваше министерство магии использовали ложный предлог, чтобы заманить меня сюда, Дамблдор. Это нечестное соревнование. Во-первых, вы тайно ввели в игру Уизли, хотя он еще не достаточно взрослый. А теперь вы хотите заставить моего чемпиона потерять свою боевую мощь. Во время всего инцидента я разглядел обман. А вы, Дамблдор, вы говорили о том, что нужно развивать связь международного волшебного мира, что нужно восстановить былые добрые отношения и что нужно забыть былые разногласия. Теперь я понимаю, что вы за человек. Каркаров плюнул Дамблдору под ноги, но было уже слишком поздно. Хагрид схватился за шкирки меховой мантии Каркарова, поднял его и прихлопнуло дерево рядом с собой. Давай известь, сказал Хагрид, и Каркаров начал задыхаться. Хак, остановись, крикнул Дамблдор, его глаза резко вспыхнули. Хагрид разжал руки, пригвоздившие Каркарова к дереву, и Каркаров сполз по стволу. Он прижался к корням дерева, и некоторые ветки и листья падали ему на голову, выглядел он очень смущенным. Глава 673 Хагрид тяжело вздохнул и посмотрел на Каркарова. Его магия слаба, он неквалифицированный волшебник, но из-за полугигантской родословной реальная боевая мощь очень сильна. Не стоит и говорить, что он также обладает способностью приручать магических животных. Каркаров вовсе не был противником Хагрида. Под его гневом он не мог вымолвить ни слова о том, что он такой мягкотелый человек. Иван давно знал, но на деле ситуация оказалась хуже, чем представлялась. Игорь, мы сейчас отправим мистера Крама в школьную больницу, он поправится. Дамблдор сказал. Хагрид, бери Гарри, Ивана, Рона, Гермиону, их четверых. Возвращайтесь в замок. Может быть, мне лучше остаться здесь, директор, сказал Хагрид. Вы сопровождаете их обратно в школу. Снова сказал Дамблдор, и его тон был очень твердым. Отведи их прямо в башню Гриффиндера, Иван, Гарри, я надеюсь, что вы останетесь там. Неважно, что ты хочешь сделать, все может подождать до завтрашнего утра. Будет сделано, ответил Иван, и действительно он не мог оставить младшему Краучу ни единого шанса. Особенно после того, как столько всего произошло, другая сторона может в любой момент перепрыгнуть через стену. Я оставлю вам клыка, директор, сказал Хагрид, глядя на Каркарова. Каркаров все еще свернулся калачиком под деревом, запутавшись в грязной мантии и корнях. Он не смотрел на Хагрида, видимо, ожидая, что они уйдут первыми. Уходим. Пойдемте, вы четверо. Они молча прошли через карету Шармбатона и зашагали в сторону замка. Он большой храбрец. Когда они переходили через небольшое озеро, Хагрид закричал. Как он смеет обвинять Дамблдора, как будто Дамблдор делает такие вещи, как Дамблдор. Намеренно позволил Рону участвовать в соревновании. Вы сказали, что этот человек напал именно на Крама. Спросил Гарри, задавая множество вопросов. Кто он такой, почему он должен преследовать мистера Крауча? И почему мистер Крауч изменился? Что за взгляд? Мистер Крауч упоминал темного лорда, и это существо должно быть связано с ним. Гермиона ответила. Я не знаю, есть ли у мистера Крауча что-нибудь, но надеюсь, что есть. Хватит, послушайте меня, сердито крикнул Хагрид. И Иван, Гарри, Рон и Гермиона, потрясенные, посмотрели на него. Больше не говорите об этом, вы, четверо. Надо было пить со мной чай, а не тащиться в лес и сражаться со злым черным волшебником. Тем более ты, Иван, как ты можешь идти в глубины запретного леса с Крамом? Он же из Думстранга, он скорее всего отравит тебя здесь. Крам мне не соперник, сказал Иван. И почему он должен меня отравить? Не спрашивайте меня почему, они всегда были такими. Хагрид вышел на ступеньки и серьезно сказал. Короче говоря, ребята, меньше возитесь с этими иностранцами, чем меньше, тем лучше, никто из них не умеет писать. Несколько человек посмотрели друг на друга, и Хагрид, очевидно, рассердился на миссис Максим. Будьте еще дальше от сестер Вейл. Не бродите перед каретой. Кто знает, что может рвануть изнутри, сказал Хагрид, взгляд которого в тот момент был очень пугающим. Попробуй снова вступить в контакт, я могу проводить тебя. Я хочу рассказать ей, что находится в озере. Они не могут в это поверить. Похоже, Хагрид все-таки последовал предложению Ивана и отправился к мадам Максим, чтобы возобновить общение, но результат очевиден. Настроение у Хагрида было ужасным, и он постоянно отправлял их в гриффендерскую общую комнату. Когда они попрощались с ним в присутствии толстой дамы, все четверо вздохнули с облегчением. «Иван, как ты думаешь, кто это с тобой борется?» Спросила Гермиона, ища глазами ничейный угол. «Я не знаю, это не те люди, которых я знаю». Иван сделал паузу и продолжил. «В последнее время школа небезопасна. Некоторые люди проникли в Хагвартс. Сейчас мы должны помочь Рону пройти вторую игру. Он не ожидает новых происшествий и надеется, что все пройдет гладко. Не беспокойтесь обо мне», — сказал Рон. «Черт!» — возмущенно сказал Гарри, хлопнув себя по кулаку. «Если бы Снейп не остановил меня, мы бы успели вовремя». Директор был очень занят, Поттер. Это была ерунда, Поттер. «Почему он не позволил ему открыть дверь в тот момент, когда он отправился к Дамблдору?» Его долго останавливал Снейп. «В конце концов, когда они пришли, когда битва между Эвоном и Краучем была закончена. Может, он вообще не хотел, чтобы ты туда попал?» Сразу же сказал Рон. «Может быть, да. Но как ты думаешь, долго ли он будет идти в лес? Схватит ли он тебя на глазах у тебя и Дамблдора? Будет ли он сражаться?» «Если только он не превратится в летучую мышь или что-то в этом роде», – сказал Гарри. «Не исключено», – пробормотал Рон. «Ладно, пошли спать», – сказал Иван. «Нет смысла продолжать строить догадки. Нечего спрашивать Хагрида завтра утром. Помните, будьте бдительны, не действуйте в одиночку». «В эту ночь Иван плохо спал», – слова мистера Крауча, когда он уходил, постоянно звучали у него в ушах. Ивану снился страшный злой дух, который слился с Валдимартом. Единственным, кто спал не лучше Ивана, был Гарри. Его шрам болел. Ужасно было то, что ему снова снился сон. Очень реалистичный, но страшный сон. Гарри снилось, как он летит на спине совы, летит в темном ночном небе и скользит к старому дому, заросшему плющом. Ночной ветер обдувал лицо Гарри, они летели все ниже и ниже и, наконец, влетели через разбитое окно в черную дыру на верхнем этаже. Вот они летят по темному коридору, а в конце коридора – дверь. Они влетели в дверь, это темная комната, окна запечатаны. Гарри больше не сидел на спине совы, он видел, как она влетела в кресло, стоящее спиной к нему, а рядом с креслом – две черные тени. Одна из них – ужасная статуя из корней дерева, которую Гарри видел на летних каникулах. Это смесь самых уродливых вещей, которые Гарри видел в своей жизни. Они скручены во единое время от времени и спускают слабое красное свечение. Глава 674 Гарри вспоминает, как Иван говорил, что монстр на искаженной и страшной скульптуре – это ужасный злой бог. Ужасное существо, пришедшее из пустоты и не существующее в реальном мире. Его цель – уничтожить все живое. Он посмотрел на статую, немного странную, и не было никакой реакции, когда он видел ее в прошлый раз, но теперь появилось красное свечение. Мигающий красный свет похож на греховное пламя, и каждый раз, когда он бьется, сердце Гарри бьется и замирает. У него плохое предчувствие, он ощущает самую злую атмосферу в мире, исходящую от статуи. Гарри уставился на нее, конечно же, та наблюдала за ним, долго ли, коротко ли, но наконец его взгляд обратился к другому черному креслу, перед которым сидел человек с холодным лицом. «Корризис, мне нужны объяснения». Холодный, резкий и суровый голос раздался из кресла. «Я уже сказал, что мои люди позволили ему сбежать из-за ошибки», – медленно произнес Корризис. Голос был таким же равнодушным. «Мне очень жаль, темный лорд, но он уже мертв, надеюсь, это не испортит ваш план. Не сейчас мой слуга расправился с ним и не стал усугублять ситуацию. Но я должен напомнить вам, что не потерплю повторения ошибок, вы должны знать, на чем основано наше сотрудничество, теперь даже без вашей помощи. Конечно, я надеюсь, что вы сможете это запомнить», – сказал Корризис, похоже, не услышав угрозы собеседника. «В твоем нынешнем состоянии, без моей поддержки и помощи, ты ничего не сможешь сделать, да?» Холодный голос ответил. «Ты так думаешь?» Красный свет над статуей в центре комнаты стал чаще, как будто что-то должно вспыхнуть. На краю кресла появился заостренный кончик палочки, указывающий на Корризис. В углу медленно плыла большая змея, приближаясь к нему со спины. Гарри хочет напомнить об этом собеседнику, но шрам на лбу болит, как огонь. Он чувствует гнев этого человека. Странная сила запульсировала в теле, а затем появилась боль в сердце, словно горел каждый нерв. Красный свет, мигающий на статуе, потускнел, и страшная сила рассеялась. Вместо нее появилась слабая, с трудом подавляемая, вторгающаяся в каждую клетку тела. Гарри явственно ощутил это, потому что палочка исчезла. «Ты уже можешь использовать ее силу?» прошептал Корризис ноткой непонятного удивления в тоне. «Пока нет, но уже скоро». Холодный голос ответил. «Рано или поздно она станет моей, я ведь сильнейшей в мире. Очевидно, что, становясь сильнее, ты становишься еще злее, чем прежде», сказал Корризис. «Сила этой штуки совершенно не поддается твоему воображению. Ты даже не понимаешь, что делаешь. Ты играешь с огнем». Концепция слабых. «Сила его проклята и не должна существовать в этом мире. Хватит, Корризис. Не испытывай больше мое терпение», закричал холодный голос, сменив тон на вкратчивый. «Наша цель одинакова. Я тоже хочу увидеть, как мои великие предки дадут то, что у меня осталось. Кстати, чтобы помочь тебе решить эту нелепую проблему, при условии, что ты не будешь глупо искать свой собственный путь. Пока ты помнишь свое обещание, я и мой народ не будем иметь на тебя никаких мыслей. «Очень хорошо», — сказал холодный голос, издав скрип. «Нагайно, тебе не повезло, я не намерен скормить его тебе, но это не важно, есть Гарри Поттер». Змея тоже издала стон, и Гарри увидел, как ее вырвало письмом. В следующую секунду он открыл глаза и обнаружил, что лежит на удобной, мягкой кровати с балдахином. Гарри прищурился. Шрам все еще горел, и ему стало больно от слез. Это боль, правда, это не сон. Гарри даже почувствовал себя в иллюзии и стал тем человеком. Проклятый сон. Пробормотал он и поднялся с кровати. В темноте Гарри нащупал очки и посмотрел на время, всего пять часов утра. На кровати с балдахином рядом с ним все еще спал Рон, издавая легкий храп, а одежда по-прежнему лежала на полу. Напротив Нивилл, Дин Томас и Фениган тоже не шевелились и были погружены в свои сны. Гарри казалось, что нет ничего более нелепого, чем это. Он только что прошел мимо самого злобного существа на свете, а его соседи по комнате мирно спали в постели, и никакой реакции. Сила Валдимарта растет, он обретает силу вампира и готов покончить с ним. Гарри чувствовал, что должен что-то сделать и кому-то об этом рассказать, иначе он сойдет с ума. Он подумал об Иване, но тот уже должен спать. Гарри покачал головой, и Сириус как-то сказал ему, что делать, если шрам болит. Он решил поступить так, как сказал Сириус, и теперь отправился в кабинет Дамблдора. Он быстро поднялся с кровати и надел куртку. Гарри вышел из спальни и задумался о сне. Он такой же правдивый, как и сон раньше. Он вспоминал все детали и старался не забыть. Он слышал, как Валдимарт обвинял Карризиса в роковой ошибке, но вампир явно действовал намеренно. Ведь охранявший его стражник уже служил ему, и он почувствовал удивительную злость, но не из-за смерти этого человека, а из-за себя самого. Власть поставлена под сомнение, и планы, которые долгое время тщательно разрабатывались, будут разрушены. К счастью, сова принесла хорошие новости. Вина уже заглажена, а кто умер затем тема перешла к силе, которую восстанавливал Валдимарт. Он использовал статую зла, получая силу, которой не должно быть в этом мире, и тогда они снова пришли к консенсусу. И этот консенсус заключается в том, что он будет использован для питания змей. Поразмыслив, Гарри вышел из спальни и с удивлением увидел, что Иван сидит на диване в общей комнате, словно ожидая кого-то. Гарри, идешь к Дамблдору, прошептал Иван. Именно, мне нужно идти. Глава 675 Иван, естественно, не стал специально ждать Гарри здесь, хотя и догадывался, что шрам Гарри может причинить боль. В шраме содержится фрагмент души Валдимарта. Когда эмоции тела будут сильно колебаться, его связь с Гарри усилится. Гарри войдет в тело Валдимарта и почувствует мир с его точки зрения. Должен сказать, что магия, подобная душе, действительно удивительна, но в то же время очень странна. Эта связь не очень хороша для Гарри и против дьявола, но она связывает их с судьбой. Иван встал так рано, изначально намереваясь поговорить с Дамблдором о делах Крауча, а также о своих планах одолжить бузинную палочку, чтобы починить корону Ревенкла и т.д. Некоторые слова не подходят для затягивания. Также не стоит идти к директору, когда днем много народу. Рассчитав время, Дамблдор должен закончить поиски в запретном лесу и вернуться в замок. Хотя я уже знаю общую ситуацию, понимая, что поиски не дадут результатов. Личность мистера Крауча налицо. Хагвардс должен принять соответствующую позицию. Предположительно это не займет много времени. Фадж придет. Они вдвоем шли по пустому коридору, и по пути Гарри рассказал Ивану о своем реальном сне прошлой ночью. Я слышал, что Валдимарт начал пытаться использовать силу злых богов. Иван был очень удивлен, что дела действительно идут в худшем направлении. Неудивительно, что Валдимарту нужно было как можно скорее восстановить силы. К счастью, в итоге ему это не удалось, чего ему еще не хватает. А корризис, различия и недоверие между которым и Валдимартом уже очень очевидны, лишь едва сохраняет хрупкое равновесие. После того, как Валдимарт восстановит свои силы, я не знаю, что будут делать эти вампиры. Процесс поиска ключей от тайных сокровищ и взлома книги Авраама также необходимо ускорить. В конце концов, у Ивана сейчас это единственный способ справиться со злыми богами. Этим летом он собирается отправиться в Египет. Он до сих пор помнит, что Фламель говорил, будто тамошняя нефритовая книга очень помогает быстро освоить алхимию. Помедитировав, двое парней подошли к каменному чудовищу у входа в кабинет Дамблдора. «Иван, ты знаешь пароль?» Гарри посмотрел на монстра и вспомнил, что не знает пароля. «Я не знаю, но мы можем попробовать, это должно быть что-то вроде конфеты», сказал Иван, лимонный сок со льдом. Монстр не двигался, не отвечал. «Хорошо», сказал Гарри, «грушевая твердая конфета, лизун, лакричная палочка, сочный пчелиный сахар, дуновение сокровищ, супер пузырька, биби-мультиароматизированный кардамон». «Нет, Иван, профессор Дамблдор этого не любит». Иван тоже сказала несколько конфет подряд, но это было неправильно. «Пожалуйста, не могли бы вы открыть дверь?» «Сердито», сказал Гарри, «мы очень хотим его увидеть, есть что-то важное». «Монстр по-прежнему не двигался», Гарри пнул его ногой, ощутив лишь боль большого пальца. «Погоди-ка, Гарри», вдруг подумал Иван, «это должны быть шоколадные котлы, Дамблдор любит такие конфеты». «Эй, ты шутишь», удивленно сказал Гарри, «неужели кто-то ест эту дрянь?» «Его слова еще не успели закончиться, а чудовище уже ожило». «Похоже, вкус нашего директора действительно уникален», сказал Иван, и ошеломленный Гарри вошел в комнату. Они пересекли арку и ступили на винтовую каменную лестницу, которая закрылась за ними. Лестница медленно поднялась, автоматически отправив двух человек к блестящей эвкалиптовой двери с латунным стуком. Кто-то в кабинете заговорил, и Иван с Гарри просто спустились по автоматической лестнице и услышали звук, доносящийся изнутри. «Дамблдор, это ужасно, министерство сейчас слишком занято, все ждут нашего решения». «Это голос министра магии, Корнелиуса Фаджа, мы только что раскрыли дело Берты в Албании. Неприятности в лесу, даже тени тех вампиров не нашли, а у Барти Крауча появилась еще одна проблема. Я и представить себе не мог. Между этими вещами может быть какая-то связь», спокойно сказал Дамблдор. «Невозможно, абсолютно невозможно», немедленно возразил Фадж. «Как Барти Крауч связан с вампирами, это же полный бред». «Министр, что вы думаете о Крауче?» раздался грубый голос Грюма. «О, я думаю, есть два варианта, а Ластер», сказал Фадж. «Крауч либо совершенно безумен. Судя по его личному опыту, я думаю, что это вполне возможно». «Думаю, вы согласны». Он был безумен и растерян. Он думал, что за ним гонится человек, он пришел в Хагвартс из дома. После какой-то ерунды он не знал, куда идти. «Если это так, то он идет слишком быстро», Корнилиус, спокойно сказал Дамблдор. «Мы искали его всю ночь и не нашли никаких следов. А вы только что выслушали мой рассказ. За ним действительно кто-то гонится. Это могущественный черный маг». Этот человек и Иван сражались в лесу. Иван Мэйсон, ребенок попал в беду, постоянно сталкиваясь с какими-то странными вещами. Голос Фаджа был немного ошеломлен. «Я никогда не видел волшебника, которого он мог бы побеспокоить. Ладно, я признаю, что он очень силен, но думаю, что на этот раз он может все выдумать. Ведь никто, кроме него, не видел так называемого черного мага, который преследовал старого Барти. Иван наверняка понял. Фадж очень надеется, что Барти Крауч исчезнет, чтобы никто не мог с ним соперничать. Но он не хочет, чтобы Крауч исчез вот так. Если его убьют, у него и у Министерства магии будут большие проблемы. Подумайте только, высокоуважаемые чиновники Министерства магии внезапно убит в Хагвартсе. Это самый захватывающий заголовок года. Достаточный, чтобы заставить людей говорить о нем целый год. Теория заговора и ужасные факты, которые последовали за этим, не может Фадж принять это. Он решительно отрицает все факты, контролирует вещи и развивает мелочи, что является его сильной стороной. «Корнелиус, следы битвы на месте преступления не могут быть подделаны», напомнил Дамблдор. «О, может быть, может быть, подождите, пока я не увижу место, где он был найден, прежде чем выносить решение», быстро сказал Фадж. «Но вы сказали, что его нашли рядом с каретой Шармбатона». «Дамблдор, вы знаете, что это за женщина?» «Я думаю, что она очень способная, директор, и очень хорошо танцует», спокойно сказал Дамблдор. Глава 676 «О, Дамблдор, сердито сказал Фадж. «Вам не кажется, что вы предвзято относитесь к Хагриду?» «Не все они безобидны. Если вы можете сказать, что Хагрид не опасен, то это что-то вроде одержимости огромными монстрами. Я доверяю мадам Максим не меньше, чем Хагриду». Дамблдор все также спокойно ответил. «Я думаю, дело в том, что вы предвзяты, Корнелиус. Предрассудки, неодобрительно», сказал Фадж. «В прошлом было бесчисленное множество историй. Может, хватит?» Внезапно зарычал Грюм. «Ладно, ладно, пойдемте на место», нетерпеливо сказал Фадж, махнув рукой. «Нет, я не это имел в виду», сказал Грюм. Дамблдор, Мэйсон и Поттер хотят что-то сказать, они за дверью. В следующую секунду дверь кабинета открылась. Иван и Гарри вошли и увидели Корнелиуса Фаджа, стоящего за столом Дамблдора. На нем был полосатый плащ, который он обычно носил, а в руке он держал свою темно-зеленую шляпу. На стене спали предыдущие директора Хагвардса, и их груди мягко вздымались. Но на самом деле они подслушивают, и Иван видит, как ближайший к нему старик вдруг открывает глаза и тут же закрывает их. Это Финеас, прадед Сириуса, самого непопулярного директора в истории Хагвардса. Иван, Гарри, как же давно я тебя не видел. Фадж радостно подошел и спросил, а ты там недавно был? Он очень добр в своем настоящем, и его не смущает, что он только что узнал об оценке Ивана. Да ладно, дети, мы говорим о вчерашнем появлении мистера Крауча. Фадж сказал. Иван, ты ведь нашел его? Я слышал, что ты до сих пор с кем-то ссоришься. Как вы думаете, кто это? Иван оглядел комнату и увидел, что Дамблдор с улыбкой смотрит перед собой. На полшага позади Фаджа, Грюм тоже уставился перед собой, выражение его лица необычайно серьезно. Одна из его рук была спрятана под мантией, и Иван мог быть уверен, что он крепко держит палочку. Если он скажет что-то плохое в его адрес, Барти Крауч немедленно даст отпор и сбежит. Противостоять Дамблдору явно неразумно, но захватить министра магии все же можно. Простите, господин министр, в лесу было слишком темно. Я не разглядел внешность человека. Иван сказал. Он не должен быть человеком из школы. Он мог последовать за мистером Краучем, чтобы уйти. Я могу быть уверен, что это не миссис Максим. Он так хорошо хочет спрятаться, не так ли? Да, вы правы. Фатш выглядел немного смущенным и немного обеспокоенным. Но Крауч действительно преследуется, а это очень плохая новость. Мы пойдем на место, а потом будем обсуждать, сказал Фатш. Без проблем. Тихо сказал Дамблдор. Иван, Гарри, вы можете подождать меня здесь. Нам не понадобится много времени, чтобы осмотреть место встречи. Да, Сириус придет позже, он сможет мне помочь. После того, как Дамблдор закончил, трое мужчин молча вышли и закрыли двери. Иван и Гарри остались внутри. Через минуту они услышали, как в коридоре внизу затихает деревянный протез ноги Грюма. Надеюсь, они смогут что-нибудь выяснить, сказал Гарри, оглядываясь по сторонам. Зачем приходить Сириусу, чтобы расследовать это дело, искать пропавшего Крауча и, кстати, защищать Фаджа? Ответил Иван. Но позволь мне сказать, Гарри, он беспокоится о тебе. Помимо такого большого дела в школе. В частности, Сириус тоже знает правду об этом деле от Ивана, что еще больше усиливает его опасения. Если бы не остановка Дамблдора, он бы, наверное, уже спешил в Хагвартс, просто по воле случая. Двое сидели некоторое время, а Иван изучал интересные алхимические изделия на столе Дамблдора. Раньше он не знал, насколько полезны эти вещи, а теперь почувствовал всю их красоту и действия. Дамблдор и сам мастер алхимии. Он не только друг Николя Фламеля, но и партнер. 12 способов применения драконьей крови – весьма примечательные открытия. Одно из них – длительное использование драконьей крови и принятие Иван с драконьей кровью, которые повысят жизнеспособность клеток и сделают тело бессмертным. Неужели из-за этого Каррис и Сейлин не умерли? Затем Иван снова подумал о Дамблдоре. С тех пор, как он узнал об этом, каким он стал, без силы Дамблдора добиться успеха не очень просто. Пока Иван изучал алхимическое оборудование, Гарри тоже встал. «Привет, Фаукс», – сказал он и поздоровался. На золотом насесте у двери сидел Фаукс, феникс профессора Дамблдора, размером с лебедя, с ярко-красными и золотыми перьями. Он покачивал длинными хвостовыми перьями и дружелюбно щурился в сторону Гарри. Гарри был поражен кабинетом Дамблдора. Несколько минут он смотрел на храпящих в раме старых директоров, обдумывая услышанное, и поглаживал руками свой шрам. Шрам теперь не болят. Скоро приедет Сириус, Иван будет там, в кабинете Дамблдора. И, зная, что он может сразу же все рассказать директору, Гарри почувствовал себя спокойнее, и напряжение постепенно спало. Он посмотрел на стену за столом, на полке покоилась ветхая, ветвистая шляпа. Рядом со стеклянным скорпионом, меч серебряного цвета с большим рубином на рукояти. Это и есть тот самый меч. Гарри доставал его из ветвистой шляпы, когда учился во втором классе, и с его помощью убил Василиска. Раньше он принадлежал основателю факультета Гриффиндер, Гадрику Гриффиндеру. В последнем семестре Гарри также пытался бросить вызов Гриффиндеру в племени кентавров, но потерпел неудачу. Вызов был принят Вываном. Гарри уставился на меч, и тут ему почудился серебристый отблеск света. Он оглянулся на источник света и обнаружил, что дверца черного шкафа позади него не закрыта, а внутри горит яркий серебристый свет. Поколебавшись, Гарри подошел и открыл дверцу. Там стоял неглубокий каменный таз, очень большой. Что это? На мгновение задумался Гарри. Это омут памяти, алхимия высшего класса. Внезапно раздался голос Ивана. Гарри, ты действительно нашел что-то интересное? Глава 677. Что такое омут памяти? С любопытством спросил Гарри. В передней части шкафа он увидел неглубокий каменный таз. Горлышко таза имело странную форму. Незнакомые ему буквы и символы, а из содержимого таза исходил серебристый свет. Этот серебристый свет, не могу понять, жидкость это или газ. Если хотите описать его, то это похоже на яркое серебро, но оно продолжает струиться, как поверхность воды, поднимающаяся под дуновением ветра, и плывет, как облако. Мягко вращаясь, это похоже на свет, который превращается в жидкость. Он подобен ветру, который превращается в твердь. У Гарри внезапно возникла мысль, и ему захотелось прикоснуться к нему и посмотреть, каким оно будет. Но в магическом мире почти четырехлетний опыт подсказывал ему, что очень глупо тянуться к тазу. Поэтому он повернулся и посмотрел на Ивана. Иван должен знать, для чего эта штука. В двух словах, омут памяти – это алхимический продукт, используемый для сохранения мыслей и воспоминаний. Увидев взгляд Гарри, Иван пояснил, «Если мы поместим воспоминания внутрь, то сможем использовать его для повторного проявления, и те люди, которые погружены в воспоминания, все видят со стороны, а не глазами того человека, кто их оставил, но его самого никто не видит». Объясняя Гарри, он нежно поглаживал омут памяти и внимательно смотрел на огромный каменный таз перед собой. По сравнению с методом использования, Ивана больше удивил принцип изготовления этой вещи. Поизучав некоторое время, он вынужден был отказаться, слишком сложно, да и омут был далеко не так прост, как казалось. Если только Дамблдор не разрешил Ивану разбить эту штуку, изучить извне так как ничего не было видно, этот каменный таз может сохранять и воспроизводить воспоминания. Выслушав объяснение Ивана, Гарри воскликнул, «Это невероятно, это действительно невероятно». Иван кивнул, «А что за буквы использованы выше?» Гарри продолжил, спросив, «Если ты проходил урок древней магии, то узнаешь, что это похоже на начертания. Древний магический текст, который часто используется в алхимии», сказал Иван. «Что касается сложных символов составляющих начертания, это магические руны, которые может собирать и передавать магию. Я раньше не видел такой схемы». Гарри кивнул, словно понимая, и не удержался от вопроса, «Эван, что это за странные серебряные штуки?» «Это воспоминания», сказал Иван, указывая палочкой на серебряный предмет внутри омута памяти. Его палочка вошла в воду, серебряный предмет быстро повернулся, стал более прозрачным и стал похож на стекло. «Это была палочка Дамблдора. Должно быть, он уже использовал его раньше, и у него не было времени отвлечься от воспоминаний». Гарри фыркнул и продолжил, «Но, пойдем, посмотрим, ты все поймешь», сказал Иван, взяв Гарри за правую руку, что удивился Гарри. В следующую секунду Иван окунул его головой в омут. Сцена вокруг стремительно менялась, и кабинет Дамблдора внезапно обрушился. Гарри обнаружил, что его волосы не ударились о тазовое дно, как вы себе представляли, а попали в странный мир. Он провалился в холодную, темную субстанцию, словно его засосало в черный водоворот. Он ясно видел, это была тускло освещенная комната. Гарри подумал, что она может быть подземной, потому что вокруг не было окон, только факелы, как в Хагвартсе, воткнутые в настенные кронштейны. Он увидел ряды волшебников, сидящих на ступенчатых скамьях вокруг. В центре стоит пустое кресло. Это кресло вызывает у людей зловещие чувства, потому что его подлокотники прикованы цепями и кажутся связанными. В этот момент он и Иван сидели на скамье в верхней части комнаты у дна бассейна, которая была выше других табуретов. Он поднял глаза на высокий каменный потолок и хотел найти круглый световой люк, но увидел только темные, твердые камни. Окружающая обстановка больше напоминала Гарри подземелье. В подземелье царила мрачная и унылая атмосфера. На стене не было ни одной картины, ни одного украшения, только ряды плотных скамеек со всех сторон, ступенчатые. Со всех мест хорошо просматривались цепи. Что происходит, как они вдруг оказались в этом месте? Гарри некоторое время недоумевал, но, к счастью, Иван все еще была рядом с ним, иначе он действительно не знал, что делать. Иван, что это такое? Прошептал Гарри, его голос звучал странно. Я не сказал этого раньше. Омут памяти – это реликвия, используемая для повторного переживания воспоминаний. Сейчас мы находимся в нем, в воспоминании. Иван сел рядом с Гарри и с интересом осмотрелся. Это особый зал суда Министерства магии, где визингом отсудят зловещих черных волшебников. В глубине этой небольшой комнаты находится единственный порт-ключ в тюрьму для волшебников Аскабан. Он бывал здесь и раньше, но в то время зал суда был ограничен, и это далеко не шокировало. В этой комнате вокруг Ивана и Гарри сидят не менее двухсот волшебников. Они торжественны и высокомерны. В старинных и изысканных костюмах преобладают темные тона, оказывающие на людей невидимое давление. Итак, мы теперь в воспоминании. Чье же это воспоминание? Гарри продолжал шептать. Его дыхание было нервным и порывистым. Он оглядывался по сторонам, а потом не удержался и закричал. Крик разнесся в тихой комнате эхом. Закричал он от того, что появился человек рядом с ним, это был Альбус Дамблдор. Очевидно, это память Дамблдора, сказал Иван. Мы сейчас находимся в его памяти. Помнишь мои предыдущие объяснения о омуте? Здесь мы просто сторонние наблюдатели, не находящиеся среди них. Мы не можем изменить ситуацию. Это невозможно. Это всего лишь воспоминание, и оно принадлежит памяти Дамблдора. Гарри кивнул, и хотя он уже был готов, это все равно было невероятно. Но на самом деле все волшебники вокруг, казалось, не слышали испуга Гарри. Они выглядели торжественно и нервно таращились на угол подземелья, где была дверь. То же самое можно сказать и о Дамблдоре, который не двигался и не говорил, и даже игнорировал Ивана и Гарри. Поколебавшись, Гарри в недоумении поднял правую руку и помахал ею перед Дамблдором. Дамблдор не моргнул и не повернулся, чтобы посмотреть на Гарри. Он вообще не шелохнулся. Как сказал Иван, это всего лишь воспоминание, а не реальный мир. Глава 678 Вскоре после того, как Иван и Гарри вошли, они услышали шаги. Дверь в угол подземелья открылась, и в него вошли три человека. Точнее, по крайней мере один из них – человек, удерживаемый двумя дементорами. Ледяное ощущение дементоров настолько реально, что люди не могут забыть, что это всего лишь воспоминания. Неприятные мысли пронеслись в голове Ивана, и он увидел, что Гарри тоже побледнел и в ужасе смотрит на дементоров. Действительно, под влиянием дементоров люди вокруг казались какими-то робкими. Два дементора – высокие чудовища, чьи лица были скрыты капюшонами, медленно подошли к креслу, стоящему посреди комнаты. Гнилые мертвые руки вцепились в руку посередине, и человек, казалось, упал в обморок. Они усадили его в кресло с цепями и медленно вышли из комнаты, закрыв дверь. Цепь на подлокотнике кресла вдруг засветилась золотым светом, затем обвелась вокруг его руки, как змея, и привязала его. Мужчина в панике поднял голову, и Иван понял, что это Каркаров. В отличие от Дамблдора, у которого полно серебряных волос, Каркаров выглядит моложе своих лет, а его волосы и борода все еще черные. Вместо гладкой меховой шубы на нем была тонкая рваная мантия, и он продолжал трястись. Неужели так выглядел Каркаров, когда его судили? Иван с интересом уставился на молодого Каркарова в кресле. Этого парня больше интересовало, сколько пожирателей смерти он продал, чтобы получить свободу. Игорь Каркаров. Мистер Крауч, сидевший в центре комнаты, встал. Его волосы тоже черные, а морщин на лице стало гораздо меньше, чем сейчас, и он выглядит энергичным. Это время должно стать самым прекрасным временем Крауча. Валдемарту не удалось сбежать. Жесткая позиция по отношению к черным магам помогла ему завоевать сердца людей в только что закончившейся войне. Все развивается в хорошем направлении. Должность министра магии ему по плечу. Кто бы мог подумать, что все это произойдет за несколько месяцев. Каркаров, вы выведены из-за скобана и даете показания в министерстве магии. Крауч серьезно сказал, взмахнув рукой. Вы говорите, что у вас есть важная информация, которую вы должны нам сообщить. Каркаров выпрямился, насколько это было возможно, и был крепко привязан к стулу. Да, сэр. Хотя его голос был полон страха, в нем все еще слышались знакомые вкратчивые нотки. Я готов служить министерству магии. Я знаю, что министерство магии ищет оставшуюся часть темного бога. Я готов сделать все, что в моих силах. Помочь вам. Дамблдор никак не отреагировал на это заявление. Его лицо было невыразительным. Сидящий рядом с ним безумный Грюм с сильным отвращением поднял глаза. Конечно, его внешний вид отличается от нынешнего. Сейчас у него все еще нет волшебных глаз, только пара обычных, а на лице не так много шрамов. Эй, Крауч хочет его отпустить. Грюм шепнул Дамблдору. Он заключил с ним сделку. Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы поймать его, но теперь он может выпустить его. Назвав имена многих других людей, Крауч отпустит его. Спросите меня, мы бы сначала выслушали его информацию, а потом бросили его обратно Дементором. Дамблдор слегка неодобрительно сморщил свой длинный крючковатый нос. Ах, я забыл, ты же не любишь дементоров, Альбус, спросил Грюм с сардонической улыбкой. Да, спокойно, ответил Дамблдор. Не нравится. Я всегда считал, что Министерство магии в отношении этих монстров неправо. Мы рано или поздно пострадаем, пусть эти монстры идут охранять злых волшебников. Кроме того, это очень нечеловечно, даже если это они самые грешные, с отвращением сказал Грюм. Говорят, что семья этого парня очень могущественна в северном регионе, будто бы она вступает в сговор с местными вампирами, черными магами и чистокровными темными существами. А что насчет недавних вампиров? Мягко спросил Дамблдор. После того, как этот человек исчез, они в последнее время совсем замолчали. Когда я арестовал Каркарова, не было никаких препятствий. Это неправильно. Не знаю, есть ли у вас источники в этой области, но, по моим сведениям, Грюм вдруг понизил голос и что-то прошептал Дамблдору на ухо. Иван приблизилась к нему и хотела услышать, что он говорит. Но Грюм быстро закончил. Выражение лица Дамблдора по-прежнему не изменилось. Он лишь кивнул. Суд продолжился, и Крауч начал задавать вопросы. Каркаров, вы сказали, что знаете имена некоторых людей. Огрызнулся он. Пожалуйста, скажите нам. Хорошо, но вы должны знать, быстро сказал Каркаров. Этот таинственный человек всегда был очень скрытным. Ему нужны были мы, то есть его подчиненные, и я глубоко сожалею, что был с ними. Не неси чушь, язвительно сказал Грюм, повысив голос. Мы никогда не знали имен всех наших соратников, только он знает, кто мы такие. Это мудро, верно? Это может помешать тебе продать их всех, пробормотал Грюм. Разве вы не говорите, что знаете имена некоторых людей? Холодным голосом произнес мистер Крауч. Да. Со злостью сказал Каркаров. Прошу заметить, что все они важные последователи. Я видел, как они выполняли его приказы. Я предоставил эту информацию, чтобы доказать, что я тщательно все обдумал. Называть их имена. Резко сказал мистер Крауч. Каркаров глубоко вздохнул и решился. Это Антон Долохов. Я видел, как он пытал бесчисленное количество магглав и людей, которые не поддерживали темного лорда. И ты ему в этом помогал, сказал Грюм. Мы арестовали Долохова, сказал Крауч. Вскоре после вашего ареста. Да. Глаза Каркарова расширились. Я, я очень счастлив. Но он не выглядел счастливым, и эта новость стала для него тяжелым ударом. Ведь имя в его руке больше не пригодится, его значимость стал чуть меньше. Еще. Холодно спросил Крауч. А, все равно. Разил. Какаров поспешно сказал. Иван Разил. Разил мертв, сказал Крауч. Его тоже поймали вскоре после вас. Он не хотел отпускать вас и был убит в схватке. Я все же взял кусочек меня, прошептал Грюм. Иван и Гарри повернулись, чтобы посмотреть на него, и он указал Дамблдору на кусочек, отсутствующий на носу. Глава 679-680. Нет, не больше, чем заслужил Разил, сказал Каркаров, и в его голосе теперь послышалась настоящая паника. Стало очевидно, что он начал беспокоиться о том, что никакая его информация не принесет пользы министерству. Взгляд Каркарова метнулся к двери в углу, за которой, несомненно, все еще стояли дементоры. Затем он произнес еще несколько имен, которые Крауч по-прежнему отвергал одно за другим. Судебный процесс был больше похож на торг. Каркаров был действительно хитер, но Крауч был явно на шаг впереди. Еще. Спросил Крауч с серьезным лицом. Подождите. Там был еще траверс. Нервно сказал Каркаров. Он помог убить Маклагенов. Ах, да и Малсибирон специализировался на проклятии Империус. Заставлял многих людей совершать ужасные вещи. Руквуд, который был шпионом и передавал темному лорду полезную информацию из самого министерства. Когда он произнес имя Руквуда, среди зрителей пронесся ропот. Руквуд спросил мистер Крауч, кивнув ведьме, сидевшей перед ним и начавшей что-то строчить на своем куске пергамента. Август Руквуд из департамента Тайн. Именно с нетерпением сказал Каркаров. Я считаю, что он использовал сеть хорошо поставленных волшебников, как внутри министерства, так и за его пределами, для сбора информации. Положение Руквуда очень важное, и у него есть доступ к департаменту Тайн. Ну, то, что ты сказал о треверсии Мальсибири, мы уже знаем, сказал Крауч. Каркаров, если это все, ты вернешься в Аскабан, пока мы решаем. Стойте, закричал Каркаров, выглядя совершенно отчаянным. Подождите, у меня есть еще. Гарри видел, как он вспотел в свете факела, его белая кожа резко контрастировала с черными волосами и бородой. Снейп, крикнул он. Северу Снейп. Снейп был оправдан этим советом, презрительно сказал Крауч. За него поручился Альбус Дамблдор. Нет, закричал Каркаров, напрягая цепи, приковывавшие его к стулу. Уверяю вас, Северу Снейп, пожиратель смерти. Он истинный пожиратель смерти. Дамблдор поднялся на ноги, и многие посмотрели на него. Я уже давал показания по этому вопросу, спокойно сказал он. Северу Снейп действительно был пожирателем смерти. Однако он вернулся на нашу сторону до падения лорда Валандимарта и стал нашим шпионом, подвергая себя большому риску. Теперь он не больший пожиратель смерти, чем я. Нет, неохотно сказал Каркаров. Он не. В этом смысле статус Снейпа как двойного агента был действительно весьма успешным. И Дамблдор, и Валандимарт считали его своим человеком, и даже пожиратели смерти верили ему, пока Валандимарт не исчез. Даже Ивану пришлось этим восхищаться. Никто, кроме Снейпа, не мог этого сделать. Очень хорошо, Каркаров. Холодно сказал Крауч, вы оказали помощь, я рассмотрю ваше дело. Вы тем временем вернетесь в Аскабан. Снейп, прежде чем Гарри успел что-либо сказать, голос Крауча затих. Подземелье растворялось, словно оно было сделано из дыма. Все исчезало. Иван и Гарри могли видеть только свои тела, все остальное было клубящейся тьмой. И вот подземелье вернулось. Они сидели на другом месте, по-прежнему на самой высокой скамье, но теперь слева от мистера Крауча. Атмосфера казалась совсем другой, чем сейчас. Очень расслабленной, даже веселой. Ведьмы и волшебники со всех сторон разговаривали друг с другом, как будто они были на каком-то спортивном мероприятии. Иван заметил ведьму на полпути вверх по рядам скамеек напротив. Она была одета в пурпурные одежды и сосала кончик кислотно-зеленого пера. Это была, без сомнения, молодая Рита Скиттер. Его взгляд скользнул по нескольким людям, и Дамблдор снова сидел рядом с ним, грюм исчез. Мистер Крауч выглядел более уставшим, каким-то более свирепым и изможденным. Дверь в углу открылась, и в комнату вошел Людобыгмин. Это был не Людобыгмин, который состарился, а Людобыгмин, который был явно на пике своей формы для игры в Квиддич. Его нос теперь не был сломан. Он был высоким, поджарым и мускулистым. Быгмин выглядел нервным, идя к креслу в цепях, но это его не сковывало. И Быгмин, возможно, воодушевленный этим, оглядел наблюдавшую толпу, помахал нескольким из них и выдавил из себя легкую улыбку. Людобыгмин, вы предстали перед судом Визингомата, чтобы ответить на обвинения, связанные с деятельностью пожирателей смерти, сказал мистер Крауч. Мы выслушали доказательства против вас и собираемся вынести вердикт. Хотите ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям, прежде чем мы вынесем решение? Только одно предложение. Людобыгмин неловко улыбнулся. Ну я знаю, что был немного идиотом. Один или два волшебника и ведьмы, сидевших на соседних сиденьях, снисходительно улыбнулись и кивнули. Однако мистер Крауч остался невозмутим. Он смотрел на Людобыгмина с выражением крайней строгости и неприязни. Быгмин был пожирателем смерти, прошептал Гарри, удивленный. Нет, как он сам сказал, он был идиотом, ответил Иван. Людовик Быгмин, вас поймали на передаче информации сторонникам лорда Валандимарта, сказал мистер Крауч. За это я предлагаю срок заключения в Аскабане не менее. Но с окружающих скамеек раздался гневный крик. Несколько ведьм и волшебников у стен встали, качая головами и даже кулаками в адрес мистера Крауча. Но я же говорил тебе, Барти. Я понятия не имел. Искренне крикнул Быгмин, его круглые голубые глаза расширились. Вообще никаких. Старый Руквуд был другом моего отца. Мне в голову не приходило, что он был сам знаешь кем. Я думал, что собираю информацию для нашей стороны. Руквуд все время говорил о том, чтобы устроить меня на работу в министерство позже, когда мои дни в Квиддичи закончатся. Понимаешь, я имею в виду, я не могу же всю оставшуюся жизнь получать удары бладжерами, правда? В толпе послышались ропоты смешки. Это будет поставлено на голосование, холодно сказал мистер Крауч. Присяжные, пожалуйста, поднимите руки те, кто за тюремное заключение. Никто не поднял руки. Многие ведьмы и волшебники у стен начали хлопать. Одна из ведьм в жюри встала. Что происходит? Взревел Крауч. Мы просто хотели бы поздравить мистера Быгмина с его великолепным выступлением за Англию в матче по Квиддичу против Турции в прошлую субботу. Затаив дыхание, сказала ведьма. Это наша честь. Мистер Крауч выглядел разъяренным. Подземелье теперь звенело от аплодисментов. Быгмин поднялся на ноги и поклонился, сияя. Возмутительно плюнул мистер Крауч в сторону Дамблдора, садясь, когда Быгмин вышел из подземелья. Руквуд, найди ему работу день, когда к нам присоединится Люда Быгмин, станет для министерства поистине печальным днем. Затем подземелье снова растворилось. Когда он вернулся, Иван, Гарри и Дамблдор все еще сидели рядом с мистером Краучем. Но атмосфера была совсем иной. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь сухими всхлипами хрупкой, тонкой на вид ведьмы на сиденье рядом с мистером Краучем. Она прижимала к губам носовой платок дрожащими руками. Иван внезапно пришел в себя. Он знал, что это был суд над Барти Краучем-младшим, и настал критический момент. Он также вспомнил, что Сириус и Барти Крауч были приговорены в один и тот же день. Конечно, Сириуса без суда и следствия посадили Воскабан. Однако он должен быть здесь и сейчас. На скамье подсудимых лицо Крауча было еще более неловким и мрачным, чем раньше, а синяя вена на виске подергивалась. От имени специального судебного местовизинга Мата я объявляю, что Сириус Блэк будет навсегда заключен в Аскабан волшебников за все виды преступлений. Крауч серьезно спросил, есть ли возражения. Тишина, только голос мистера Крауча эхом отдавался в безмолвном подземелье. Дамблдор, казалось, хотел что-то сказать, но в итоге промолчал. Министерство магии не стало проводить суд Сириуса, что было несправедливо и не соответствовало процедуре. Но Сириус действительно был в плохом состоянии в то время. После того, как ему сказали, что он убил Питера, он впал в состояние эпилепсии, хотел искупить вину перед родителями Гарри и добровольно признался во многих необоснованных преступлениях. Сейчас Иван думает о том, чтобы пойти в комнату заключения и, возможно, увидеть Сириуса. Следующий, Крауча гляделся по сторонам, вносите. Дверь в углу снова открылась, и шесть дементоров, взяв четырех человек, вошли внутрь. В отличие от предыдущей тишины, многие повернулись, чтобы посмотреть на мистера Крауча, и несколько человек перешептывались. Дементор усадил четырех человек на четыре прикованных стула в центре подземелья. Один из коренастых мужчин безучастно смотрел на Крауча, другой, более худой, выглядел более нервным, и его взгляд был устремлен прямо в зрительный зал. Женщина с густыми волосами и длинными ресницами, ее темперамент, кажется, восседает на троне. Она, молодая Беллатрикс, выглядит очень красиво, но время от времени обнаруживает следы безумия. Казалось, она смотрит на волшебников на скамье с запретом и совсем не боится. Улыбка в уголках рта явно выражает насмешку и презрение. Кроме того, есть 17-летний юноша. Он отличается от всех троих. Он выглядит совершенно испуганным и дрожащим. Соломенного цвета волосы разметались по его лицу. Веснушчатая кожа на лице бледная. Это Барти Крауч младший. Он похож на студента, который только что закончил Хагвартс. Если не знать, что он самый позорный и чистый пожиратель смерти. Иван посмотрел на Крауча, надеясь увидеть хоть что-то, но ничего не увидел. Не удивительно, что он смог войти в доверие к Валдемарту. Просто это актерство и гордость не то, чем могут обладать обычные люди. Наверное, он думал, что отец поверит ему, лишь бы он выступил как можно чаще. Но младший Крауч был разочарован, и Иван заметил, что мистер Крауч даже не взглянул на него. Теперь Крауч, по оценкам, ненавидит своего сына. Когда война заканчивается, и он собирается стать министром магии, неожиданно возникает такая ситуация. По его мнению, он должен как можно скорее выяснить отношения с младшим Барти. В этом плане хладнокровие и жестокость Крауча не поддаются воображению. Должен сказать, что эта семья действительно ужасна. Это типичный Слизерин, типичная семья чистокровных волшебников, которые могут отдать все ради власти. Но при этом они будут плести заговоры, например, тайно спасать своего сына из-за скобана. Увидев малыша Барти, хрупкая ведьмочка рядом с мистером Краучем начала раскачиваться взад-вперед. Она зажала рот платком, всхлипывая и плача. Она выглядела грустной и печальной, описывая все, что чувствует выражением на своем лице. Крауч встал прямо, глядя на четверых людей с крайней ненавистью на лице. Вы были доставлены на специальное судебное место в Визингамоте, чтобы выслушать приговор. Он говорил четко, но его тело не могло не дрожать. Твое преступление очень тяжкое, отец, закричал мальчик с волосами цвета соломы и не смог удержаться от мольбы. Отец, умоляю тебя, это на редкость жестокое дело, рассматриваемым судом. Мистер Крауч повысил голос и заслонил собой сына. Мы выслушали обвинение против вас. Вы четверо похитили Аврора. Фрэнк Лангбаттама и его жену и применили к нему заклинание Круциатус, пытаясь выведать из их уст местонахождение таинственного человека, вашего хозяина. Отец, это не так. Закричал привязанный к стулу мальчик. Я не знаю, я клянусь. Отец, я не виновен. Я просто случайно оказался там. Не отправляйте меня обратно к дементорам. В обвинении также сказано. Мистер Крауч застонал и принял безразличный вид. Фрэнк Лангбартон отказался предоставить информацию, и вы использовали Круциатус на его жене. Вы думали, что таинственный человек вернется и захочет восстановить свое могущество. Такая вот жестокая жизнь. Теперь я прошу присяжных вынести приговор им четверым. Мама, крикнул мальчик. Худенькая ведьма рядом с Краучем всхлипывала и раскачивалась взад-вперед. Мама, останови его. Мама, я не делала этих вещей. Это не я. Мать заплакала еще сильнее, продолжая тереть руками и слезы, но молчала. А теперь я прошу присяжных проголосовать. Мистер Крауч сказал вслух. Я считаю, что за эти преступления они должны быть приговорены к пожизненному заключению в Аскабане. Пожалуйста, поднимите руку. Волшебники, стоявшие в правой части подземелья, подняли руки. Окружавшие их зрители с жестоким выражением на лицах вцепились в них, как будто пробовали их на вкус. Младший Крауч начал кричать и гол разносился по залу суда. Нет, мама, нет. Это не я, не я, я не знаю. Не отправляйте меня туда. Остановите его. Дементоры медленно вошли, и три спутника мальчика молча встали с кресел. Беллатрикс подняла голову и обратилась к Краучу. Темный лорд вернется. Бросьте нас, Воскабан. Мы будем ждать. Он вернется, чтобы спасти нас. Он наградит нас по заслугам. Только мы верны. Только мы сможем найти его. Но младший Крауч пытался избавиться от дементоров, хотя их холодная атмосфера уже начала действовать на него. Зрители смеялись. Некоторые встали. Я ваш сын. Крикнул Крауч. Ваш сын. Ты не мой сын. Простонал Крауч. Его глаза внезапно выпятились наружу. Впервые он сосредоточился на младшем борте Крауча и закричал. У меня нет сына. Тощая ведьма вздохнула и упала на табурт. Она упала в обморок, а Крауч, похоже, этого не заметил. Увидите их. Рычал он на дементором, разбрызгивая слюну. Заберите их и пусть они там сгниют. Отец. Отец, я не участвовал. Не надо. Не надо. Отец, умоляю тебя. Младший Крауч боролся. Но это не помогло. Его безжалостно тащил дементор. Иван встал и потянул Гарри вниз. Он хотел увидеть их отправление в Аскабан. Глава 681. Иван и Гарри сделали два шага вперед и увидели, как четырех пожирателей смерти уводят дементоры, исчезающие вдали. За железными воротами царила кромешная тьма, и они не могли больше двигаться вперед. Память Дамблдора не простиралась туда. Жаль, Иван хотел увидеть картину отправки Сириуса в Аскабан. Парни, вы здесь. Голос Сириуса внезапно раздался позади них. Доброе утро, Иван. Доброе утро, Гарри. Сириус. Иван обернулся и увидел, что Сириус стоит, улыбаясь, и смотрит на него и Гарри. А это ситуация во время суда, сказал Сириус, чтобы посмотреть на сцену, когда Барти увозили в Аскабан. Бедный младший Барти Крауч, наверное, ему разбили сердце. Наверное, он думал, что отец отпустит его, но этого не произошло. Его личность ускорила процесс рассмотрения этого дела. Вы тоже были там? Спросила Иван. Да. Я стою за этой дверью и жду суда. Презрительно сказал Сириус. Ничего не произошло. Наверное, они решили, что я слишком опасен. Крауч пришел сразу, чтобы объявить результат. Но в этом нет никакой разницы. В то время никто не мог мне помочь. Не могли бы вы показать нам? Иван с нетерпением ждал ответа. Как ты попал в Аскабан? О, подождите, пока их четверых отправят обратно, и нас вместе дементоры отведут в Аскабан. Сириус просто сказал, что, похоже, не хочет больше разговаривать. Подошел и мягко потащил Ивана и Гарри за локоть. Пойдем, здесь не на что смотреть. Они вдвоем медленно поднялись в воздух, подземелья рассеивались, и в мгновение ока осталась только темнота. Затем они словно в замедленной съемке повернули голову, и их ноги внезапно опустились на землю, а окружающий свет стал ослепительным. Иван вернулся в залитый солнцем кабинет Дамблдора, и в кабинете перед ним засиял омут памяти. Кроме них троих, кабинет был по-прежнему пуст. Дамблдор, Грюм и Фатш не вернулись. «Сириус, как получилось, что ты здесь?» Поспешно спросил Гарри. «Как я могу быть равнодушен к Хагвартсу?» Сириус ответил. «Я пришел с Джеруфусом Скрином и Кингсли Шейкером. Я слышал, что было вчера вечером. После пережитого Фатш решил, что ему нужна защита. Они вдвоем отправились в запретный лес, а я пришел сюда. Что вы нашли в запретном лесу? Вы нашли мистера Крауча?» Спросил Гарри. «Ничего, Крауч исчез без следа. Если я посмотрю, Фатш не совсем верит в то, что сказал Дамблдор. Сириус сказал. «Но эти разрушения нельзя подделать, и я тоже верю, что все, о чем вы говорите, правда. Значит, на самом деле ситуация очень плохая. В Хагвартсе собрались очень опасные люди. Ты думаешь, Гарри, сейчас не время обсуждать это?» «Ты должен понять, что в этой ситуации ты не должен выходить из замка ночью. Это очень опасно». Сириус прервал его, сказав суровым тоном. «Неважно, кто эти люди, они явно хотят помешать Краучу увидеться с Дамблдором. В темноте ты можешь быть всего в нескольких шагах от них, и тебя могут убить в любой момент. Но вы должны заверить меня, что до конца гегемонии вам не следует ходить после школы в места, где мало людей, и даже покидать Гриффиндорскую башню». Гарри немного разозлился, когда услышал его. Как он мог остаться в спальне, честное слово? Он также думал о том, чтобы выяснить, кто напал на Крауча, и обнаружил скрытый в этом заговор. Подумать только. Сириус сам совершил столько нелепых поступков в школе, а теперь приходит и говорит им, что они дисциплинированные и должны честно оставаться в общей комнате. Это было смешно, но я не стал дожидаться, пока Гарри что-то скажет, а услышал, как Сириус продолжил. Учитывая сложившуюся ситуацию, я собираюсь приехать в Хагвартс, чтобы защитить вас. Что, ты приедешь в Хагвартс? Гарри ошалел. Сириус, ты должен знать, удивленно произнес Иван. Успокойся, я тайком проберусь, никто не узнает. Сириус не стал говорить, что они оба успокоились. Согласно маршруту, покинув Хагвартс, я вскоре отправлюсь в Албанию, чтобы разобраться с этими вампирами. Я сказал об этом в министерстве, все думали, что я уехал, но на самом деле я остался в Хагвартсе. Тебя обнаружат, напомнила ему Иван. Младший Барти оказался еще коварнее, чем представлял Иван, и он не хочет провалиться из-за Сириуса. Ему нужно только присутствовать на второй игре, которая начнется на следующей неделе, и нет никакой необходимости пробираться в Хагвартс. Нет, сказал Сириус, если только вы и несколько человек, будут знать, что я в форме анимага. Даже если меня увидят, другие подумают, что это дикая собака. Я останусь в Хагвартсе, чтобы помочь на следующем этапе, и я могу защитить тебя, пока буду расследовать дело этого человека. Так, мне нужно имя, если вы будете говорить обо мне, называйте меня просто бродяга, хорошо? Кажется, он очень заинтересован, а Сириус всегда был таким в авантюрных делах. Это действительно головная боль. Он просто предупредил Гарри, чтобы тот был честен, но сделал это наоборот. Дальше они разговаривали на эту тему. Еще через пять минут или около того пришло много людей, и они стали спорить. В основном спорят Грюм и Джеруфус Скримлин, которые расходятся во мнениях о местонахождении Крауча после его ухода. Скримлин считает, что Крауч мог и не покидать запретный лес, но Грюм настаивает на том, что он его покинул. В отличие от ссорящихся Авроров, Фадж занимает совершенно другую позицию. Он не желает связывать исчезновение Крауча с Валдимартом. Кажется, он охотнее верит, что на Крауча напала миссис Максим, когда тот находился вблизи кареты Шармбатона, а еще у нее в роду были великаны. Короче говоря, Фадж решил пока не предавать это дело огласке, но все же объявил, что Крауч находится на больничном из-за болезни. Авроры тайно расследуют это дело, а Фадж заменит Крауча в качестве судьи на турнире трех. Фадж остался с угрюмым лицом, но у него все еще оставалась надежда, что Крауч вдруг выйдет невредимым. Идеальная ситуация – это когда он сумасшедший, потому что длительное рабочее напряжение приводит к психическому расстройству, а не к смерти или исчезновению. Иван увидел, как Сириус помахал им с Гарри рукой и ушел вместе с Фаджем. В глазах окружающих он уедет в Албанию, но на самом деле вернется прямо в Хагвартс после ухода. Глава 682 Теперь в кабинете остались только три человека – Дамблдор и Ивон и Гарри. Гарри выглядел немного настороженным, Дамблдор устал, а разобраться с Фаджем, похоже, было не так-то просто. Ивон прекрасно знает, что, хотя Дамблдор может игнорировать мнение Министерства магии, он не станет этого делать, если не будет вынужден. Ведь это, несомненно, приведет к ухудшению ситуации, поэтому он будет заручаться поддержкой Фаджа и Министерства магии как можно чаще. Но это очень сложно, Фадж становится все более твердолобым для встречи компромиссов. В первую очередь ему нужно учитывать свой статус и власть, а уж потом, все остальное. «Ребята, вам есть что мне рассказать?» – сказал Дамблдор, повернувшись и посмотрев на Ивона и Гарри. «Но я предлагаю сначала что-нибудь съесть, я хочу, чтобы вы подошли. Вы должны были позавтракать в это время». Он взмахнул палочкой, и на столе появились молоко и бутерброды. Дамблдор сел в кресло за столом, указав Ивану и Гарри сесть напротив него. Пока они ели, его взгляд переместился на незакрытую дверь и, казалось, он догадался, что произошло. Профессор в панике объяснил Гарри, проглатывая еду. «Когда мы вошли, дверь была открыта. И мы случайно увидели внутри омут памяти». Иван добавил. «И ваши воспоминания. Я понимаю, когда пришел Фатш, я им пользовался. Я поспешил закрыть его, но похоже он не закрылся, что, естественно, привлекло ваше внимание». Дамблдор сказал спокойно, и уставился глазами на двух парней из-под своих очков полумесяцев. «Любопытство – не грех, но я должен сказать еще одну вещь. Мы должны быть осторожны, когда проявляем любопытство. Особенно тебе, Иван, не стоит слишком часто касаться того, чего ты не понимаешь. Правда, я понимаю, Иван кивнул. Это опасная черная магия, или дьявол в подвале, или ужасный злой бог? Хорошо». Дамблдор снова улыбнулся. Он подошел к двери, открыл ее и поставил омут памяти на стол перед ними. Вещи в омуте снова приобрели серебристо-белый цвет и закружились перед глазами. «Думаю, вам стоит знать, что это за омут такой», – сказал Дамблдор и снова сел за стол. «Иногда мне кажется, что у меня в голове слишком много мыслей и воспоминаний, и мне нужно использовать его, чтобы помочь себе четко разобраться, вспомнить. Опустив воспоминания в таз, посмотреть внимательно, когда будет время. Знаете, в таком состоянии легче увидеть их форму и связь». Под пристальными взглядами Эвана и Гарри он вставил кончик палочки в свои серебристые волосы рядом с виском. Когда он вытащил палочку, на кончике палочки, казалось, прилипло несколько волос. Это был серебристо-белый материал, похожий на нить. Дамблдор опустил эту новую нить в тазик, держа омут памяти своими длинными руками и поворачивая, как золотоискатель, переворачивающий сито с песком, постепенно в омуте появилось лицо Снипа. С ней подкрыл рот и заговорил, обращаясь к потолку с небольшим эхом. Он вернулся, Каркаров тоже это чувствует, и это видно как никогда раньше. «Он вернулся, я могу найти связь без посторонней помощи», — воскликнул Дамблдор. «Это слишком очевидно. Я думал, он будет вести себя тихо». Дамблдор слегка нахмурился и кончиком своей палочки разбавил воспоминания в омуте. В омуте тут же возникла человеческая фигура. Это был 13-летний мальчик с бледной кожей и веснушками. Он был младший Барти Крауч, когда он заговорил, его голос, как и голос Снипа, словно донесся из глубин каменного бассейна. «Да, профессор, мне нужно получить все 12 сертификатов об экзамене на уровень обычного волшебника. Мой отец попросил меня об этом, поэтому я хочу подать заявку на маховик времени». «Его лицо гордое, а тон заставляет Ивана вспомнить о Малфая. Это сын мистера Крауча», — прошептал Гарри, глядя на мальчика. «Да». Дамблдор снова разбавил воспоминания в тазике. Младший Барти исчез, а тазик стал непрозрачным серебристым. «Это был младший Крауч из моих воспоминаний. Странно, очень умный ребенок, к тому же очень вежливый. Поверьте, не так много студентов, способных в этом возрасте разрабатывать новые заклинания, и старик Барти возлагает на него большие надежды. Он разработал собственные заклинания в 14 лет?» — спросил Иван. «Очень интересное маленькое заклятие», — сказал Дамблдор. «У него отличные оценки по всем предметам. Он лучший выпускник Хагвартса после Тамаридла. Я так и думал, что он пройдет в Министерство магии работать, унаследует путь отца. Профессор, я только что видел воспоминания о том суде. Он отличается от трех других пожирателей смерти. Гарри заколебался. Возможно, он просто случайно оказался в том месте. Ничего не бывает случайным, Гарри». Дамблдор закрыл глаза и сказал виноватым тоном. «Позже я узнал, что он присоединился к пожирателям Валдемарта. Вскоре после этого разговора стал самым молодым пожирателем смерти и быстро привлек к себе внимание. Я должен был заметить, чтобы предотвратить это. Серебряный свет в омуте для медитации освещал лицо Дамблдора, и он выглядел таким старым. Иван, похоже, только что осознал, что этот величайший волшебник в мире теперь похож на настоящего старика. «Иногда я думаю, что в нашей философии образования есть большая проблема». Дамблдор медленно сказал. «Только обучение учеников магии, а не принципу быть человеком, привело к появлению стольких черных волшебников. Они прекрасно подходят для студентов колледжа Слизерин, но это также означает, что они более искушены и их нужно тщательно направлять. Дамблдор отличается от других профессоров. Ему не безразлично, о чем думают студенты, и так было всегда. Особенно это касается очень талантливых волшебников, и он надеется направить их на верный путь. Он считает, что это его обязанность. Эта идея очень хороша, хотя результаты не все идеальны. Валдимарт – самый яркий пример. Он рос почти под бдительным оком Дамблдора и превратился в самого злобного темного лорда. В области магии, чем больше вы знаете, тем больше у вас амбиций. Чем сильнее вы становитесь, тем больше у вас искушений. Иногда некоторые, казалось бы, правильные приемы оказываются контрпродуктивными. Глава 683. В кабинете стоял тихий серебристый вихрь памяти, медленно вращающийся в омуте памяти. Вам хватает? Не нужно ли взять еще один бутерброд? Дамблдор открыл глаза и негромко сказал. Что ж, давайте поговорим о вас обоих. Гарри, что ты хочешь сказать мне? Все так, профессор. Поспешно сказал Гарри, немного сомневаясь. Прошлой ночью мне приснился сон. Мне приснился Валдимарт. Он был с вампиром по имени Корризис и статуей злого бога. Он рассказал страшный сон и думал, что получит ответ, но Дамблдор просто смотрел на него. Не было ни особого сюрприза, ни случайности, как будто все было ожидаемо. В конце концов, мой шрам болит. Очень болит, не давая спать. Сказал Гарри, только это. Да. Спокойно сказал Дамблдор. Вот так. Так твой шрам еще болел в этом году? Кроме того раза, который разбудил тебя во время летних каникул. Нет, откуда вы знаете, что он разбудил меня во время летних каникул? Удивленно спросил Гарри, глядя на Ивана. Сириус сказал мне, что мы поддерживаем связь. Коротко сказал Дамблдор, наблюдая за Гарри. Профессор, вы знаете, почему болит мой шрам? Беспокойно спросил Гарри. Дамблдор некоторое время внимательно смотрел на Гарри, затем медленно сказал. На данный момент у меня есть только одно предположение, всего лишь предположение, и оно не может быть полностью подтверждено. Я думаю, когда Валдимарт находится рядом с тобой или когда он произнесет одно из своих заклинаний, у тебя появляются особенно сильные желания, твой шрам начинает болеть, причина в неудачном заклинании связывающая тебя с ним. Этот шрам связывает меня с Валдимартом. Гарри был шокирован. Ты должен знать, что это необычный шрам, сказал Дамблдор. Он все еще не уверен, что в шраме Гарри находится душа Валдимарта. Иначе он не согласился бы с планом Ивана, а сразу схватил бы маленького Барти Крауча. Теперь главный вопрос, как сказать Гарри или дать ему принять, что он должен быть убит Валдимартом? Профессор, как вы думаете, этот сон, правда? Продолжил Гарри. Вполне возможно, ответил Дамблдор. Возможно, Гарри, ты видел Валдимарта? Нет. Медленно ответил Гарри. Я видел только его спину, но я ничего не видел, не так ли? У него ведь не было тела, верно? Как же он мог достать палочку? Да. Пробормотал Дамблдор. Как это возможно? Некоторое время никто не разговаривал, а Дамблдор уставился вперед и, казалось, задумался. Затем он внезапно очнулся. Гарри, у тебя есть что-нибудь еще? Мягко сказал он. Ну, профессор. Гарри на мгновение замешкался и наконец сказал. Как вы думаете, он силен? Валдимарт. Дамблдор пристально посмотрел на Гарри и тихо вздохнул. Все, что произошло в последнее время, показывает, что его сила растет, но Гарри этого недостаточно. Ты должен понять, что в этом мире слишком много всего. Есть еще большие силы. Если он решится, мы не сможем его остановить. Мы можем только выбрать наиболее подходящий ответ. Гарри кивнул, как будто не понимал этого. Судя по выражению лица, все было не слишком ясно. Иван предполагает, что сила, о которой говорил Дамблдор, это сила злых духов. Или это еще более злая сила? Этот волшебный мир действительно не так прост, как я себе представлял. Снова повисло молчание, а потом Гарри начал задавать вопросы о только что увиденном воспоминании. Билл Латрикс, Каркаров, младший Крауч, Люда Быгмен, родители Нивилла и Снейп. Дамблдор терпеливо отвечал на них один за другим, кроме того, что, по его мнению, Снейп действительно больше не поддерживает Валдимарта. Он рассказал Гарри все, что знал. Иван слушал его и был уверен, что Дамблдор не скрывает этого, хотя в прошлом было много жестокости. На вопрос о Снейпе, Дамблдор ответил, что это дело их двоих. Спустя более чем полчаса Гарри почувствовал, что у него нет причин оставаться. Он нерешительно посмотрел на Ивана, не вставая, желая услышать, что Иван должен был сказать Дамблдору. Гарри, я немного поговорю с Иваном, но сначала хочу попросить тебя встретиться с Сириусом. Спокойно сказал Дамблдор. Он должен был прийти с тайной дороги Хаксмита, ты можешь проводить его к Хагриду. Хорошо, я пойду. Гарри встал и пошел к двери, оглядываясь на Дамблдора и Ивана. Иван уставился на омут памяти, как будто пришел в себя. Дамблдор стоял за бассейном для медитации, и мигающий серебряный свет в бассейне освещал его лицо, которое выглядело старше, чем раньше. После ухода Гарри наступило долгое молчание, ни Иван, ни Дамблдор не разговаривали. Дамблдор смотрел на отражение Ивана в омуте, и это был уникальный пронизывающий взгляд. Очень плохое предчувствие, Иван чувствует, что Дамблдор видит его полностью, ему придется применить оклюменцию. Давление постепенно нарастало, а ведь он пришел сюда не для того, чтобы соревноваться с Дамблдором в магии. Пусть Сириус пребывает в Хагвартсе. Итак, вы согласны с планом? Спросил Иван. Я только что сказал, что в мире слишком много сил, слишком много сил, которых мы не понимаем, сказал Дамблдор. Пока сердце достаточно злое, Валдимарт может получить много помощи. Что касается сна, о котором говорил Гарри, статуя злого бога, излучающего красный свет, как ты думаешь, что Валдимарт собирается с ней сделать? Я не знаю. Иван покачал головой. Он действительно не знал, что Валдимарт собирается делать со статуей злого духа. Это совершенно неизвестно, и обо всем можно только догадываться. Он даже не знал, как Валдимарт заставил статуи злого бога засиять. Была ли она еще запечатана? Дамблдор расхаживал взад-вперед за столом и время от времени прикладывал кончик своей палочки к виску, втягивая серебристую нить в омут памяти. Воспоминания в омуте стремительно разворачивались, и Иван не мог ничего разглядеть, только смутное серебристо-белое пятно, что Дамблдор думал о злых богах. Глава 684 Дамблдор не объяснил его значение, и в омуте не было изображение памяти. Серебристо-белая гладь быстро вращалась, образуя водоворот. Спустя еще две минуты он вдруг сказал, вы можете показать мне память злых богов в воспоминаниях. Иван на мгновение задумался и поспешно ответил, без проблем. Узнав у Дамблдора, как извлекать воспоминания, он извлек это воспоминание. Это действительно замечательный опыт, подобный тому, как извлечь что-то из тела, чтобы оно стало по-настоящему реальным. На кончике палочки Ивана разбухали белые нити. Когда воспоминание вышло из тела, у него возникло странное чувство, непонятное и неясное, проникающее в самую глубину души, и все тело не могло не задрожать. Странное ощущение промелькнуло, но после того, как память была извлечена, Иван отчетливо заметил разницу. Он помнит всю ту ночь с Гарри, Роном, Гермиона и Сириусом в Малайском племени, но пережитые в Гриффиндерской иллюзии, пустое место, словно исчезнувшее из воздуха. Это не просто забыто, потому что он может быть уверен, что это есть и знает об этом. Но я все равно не могу об этом думать, и нет способа рассказать другим, только я могу знать. Эта магия действительно удивительна, она превосходит все ожидания Ивана. Он думал, что изъятая память всего лишь запасной вариант, но все оказалось не так просто. Это очень глубокий и непопулярный навык отрезать собственные воспоминания по своему желанию. Чтобы показать эффект, его нужно использовать в сочетании с омутом памяти. Я не встречал токово ни в одной из книг. Ему вдруг пришло в голову, что он может извлечь из памяти то, что не хотел, чтобы знали другие. Таким образом, можно не беспокоиться об этом и не опасаться, что об этом узнают другие, особенно Дамблдор. Помимо омута памяти, должны быть доступны и другие контейнеры для хранения памяти. Для подстраховки Иван собирается вернуться назад и удвоить знания об алхимии, чтобы посмотреть, нет ли там соответствующих записей. Он поместил свою память в омут, а Дамблдор спокойно наблюдал за происходящим. Иван также сопровождал его, наблюдая за собственным опытом, пока ужасные злые боги не показали свой облик, воспоминания вернулись. Я видел кое-что об ужасных созданиях, злых созданиях и слышал о связанных с ними новостях. Дамблдор медленно сказал. В некоторых сектах, чьим изначальным мистицизмом является доктрина, сохраняющая поклонение древним богам, надеются уничтожить мир и вернуть этим древним злым духом господство в прошлом. Например, когти ворона? Спросила Иван, вспомнив об этой организации. Вы знаете эту древнюю организацию, и коготь ворона действительно является одной из них, сказал Дамблдор. Они считают, что Равина Ревенкла оставила наследие в Хагвартсе. Сохранившаяся информация, и желающие заполучить ее, готовые полностью уничтожить школу, чтобы найти эту информацию. Очень безумная идея, не правда ли? Но они убеждены в этом и уже некоторое время пользуются популярностью. Это правда, сказал Иван. Судя по полученной нами информации, это не совсем невозможно. Это самое ужасное место, древние злые боги действительно там, просто забыты нами. Дамблдор пристально посмотрел на Ивана и спокойно сказал. Валдемарт делает что-то очень опасное, но он не осознает этого или его это совершенно не волнует. Да, я очень хорошо его знаю, ему все равно. Дамблдор снова вздохнул, выглядя еще более старым и усталым. Что нам делать? Спросила Иван, гадая, что Дамблдор собирается делать. Что касается злых богов, то полного решения нет, но я не уверен. Дамблдор сказал. И это не срочная проблема, которую нужно решать. Валдемарт не поглотит их, они не те лошади. Но вы правы, Иван, неразумно останавливать возвращение Валдемарта на этот раз и позволять ему продолжать таиться. Это также очень невыгодно для нас. Значит, вы согласны с моим планом? Снова спросил Иван. Он был недоволен тем, что Дамблдор рассказал обо всем в последний момент. Ума много, а он, похоже, не собирается рассказывать все Ивану. Дамблдор так и не дал четкого ответа, но продолжал спрашивать. Вы уже должны понимать принципы и способы изготовления крестража. Я знаю, что вы взяли много книг по черной магии у семьи Блэк. Иван кивнул, не отрицая, что это дело не терпит расследования. Раз у Дамблдора возникла такая проблема, значит, вторая сторона уже знает и согласна с этим вопросом. Значит, вы сами сделаете эти выводы. Дамблдор задумчиво кивнул и продолжил. Как вы думаете, Валдимард создаст несколько крестражей? Не знаю. Добавил Иван, наверное, семь. Да, семь это действительно магическое число, и я так думаю, сказал Дамблдор, но мы все равно должны быть уверены, мы должны быть уверены. Хотя я не знаю, что он создал несколько крестражей, я не так давно разрушил один, сказал Иван. Он взял сломанную корону Ревенкла и положил ее перед Дамблдором. На лице Дамблдора появился след удивления, но вскоре он исчез. Этот крестраж был уничтожен мной, но мне нужна полная корона, это очень важный магический предмет, сказал Иван, поэтому я хочу воспользоваться вашей палочкой, чтобы восстановить его. Вы знаете, у меня нет такой мощной силы. Корона Ревенкла, это третья. Дамблдор очень серьезно посмотрел на Ивана. Честно говоря, это действительно потрясающе. Иван, ты действительно хорош, ты снова и снова превосходишь себя. Оправдывая мои ожидания, правда. Он не стал спрашивать, где Иван нашел корону и как понять, что это крестраж. Пусть Иван не стал объяснять это с большим усилием, в этом, наверное, и есть преимущество Дамблдора, позволяющего другим иметь свои секреты. Пусть он и попытается эти секреты изучить, но, по крайней мере, есть итог и упорство, в отличие от Валдимарта. Да, есть еще один момент, предпосылка в том, что человек должен быть доверен ему и идентифицирован как его собственный. Иначе средств у Дамблдора будет не меньше, чем у Валдимарта, но они будут более гениальными, и предотвратить их будет невозможно. Глава 685 Репаро. Вот так. Дамблдор осторожно прикоснулся своей старой палочкой к короне на столе. Корона Ревенкла издавала постоянный, слегка хрустящий звук, который эхом отдавался в кабинете. Это было похоже на раскачивание ветряного колокольчика, и две сломанные короны слегка подрагивали на столе. Затем она взлетает вверх и кружится в воздухе, все быстрее и быстрее. Когда она падает, излом вновь соединяется, и два раскола превращаются в один. Корона плавно опустилась в руки Дамблдора, как я и считал, когда впервые увидел ее. Глядя на корону в руки Дамблдора, Иван понял, что у него все получилось. Такова сила старой палочки, не поддающаяся воображению. С момента создания она хранилась в руках сильнейших, только для сильнейших волшебников. Старая палочка обладает неограниченной магией и может даже успешно починить корону Ревенкла, которая также является легендарным волшебным предметом. В руках Дамблдора хрустящий звук короны продолжался еще долго, пока постепенно не прекратился. Корона по-прежнему обычная, простое кольцо с ржавчиной, такое скромное, не привлекающее внимания. Сверхчеловеческая мудрость, величайшее богатство человечества. Дамблдор внимательно посмотрел на корону в своей руке и заинтересованным тоном сказал, это магический предмет необычайной ценности. Когда-то она принадлежала древнему роду Ревенкла. Да, это не ее первоначальный вид. Я чувствую в нем магию, которая блокирует силу самой короны. Это сила Валдимарта. Иван вспомнил, что Валдимарт использовал магию, чтобы превратить корону. Боюсь, что нет, сказал Дамблдор, проверяя надпись на короне. Похоже, Том питает особую любовь к собиранию вещей основателя Хагвартса, но магия и душа, которые он оставил на ней, исчезли. Это другой особый вид магии. Особая магия, странная сила, но очень мощная. Дамблдор закрыл глаза и почувствовал. Это особая печать. Иван ничего не почувствовал, и в этом отношении у него все еще оставалось некоторое отставание от Дамблдора. Говорят, что корона Ривенкла повышает интеллект и делает владельца умнее. Хелена однажды украла корону у своей матери, но в итоге ничего не получила. Значит ли это, что магия печати, из-за которой корона потеряла свой эффект и первоначальное предназначение уже была над короной до того, как ее украли? Профессор, что вы хотите сделать, чтобы вернуть ей первоначальный вид? Спросил Иван. Для этого нужно подумать. Дамблдор улыбнулся и передал корону Ивану. По слухам, только самый яркий талант способен найти ее и получить эту корону. Теперь вы, я надеюсь, сможете раскрыть секрет Ривенкла. Похоже, он не собирался помогать Ивану решать проблему, а вместо этого вернул тему к Валдемарту. Иван, что касается плана, о котором вы говорили в прошлый раз. Честно говоря, я не очень-то его поддерживаю. Дамблдор посмотрел на Ивана. Потому что это слишком опасно, мы не можем легко принять решение. Но вы правы, и нельзя решить текущую проблему, не дя на риск. Он очень серьезно посмотрел на Ивана, и его светло-голубые глаза засияли. После ухода Керризиса, Иван поговорил с Дамблдором. Он рассказал о Керризисе о своих разведданных, заговоре Валдемарта и связанных с ним планах Дамблдору, надеясь следовать первоначальному сюжету, используя Барти Крауча отдать Гарри Валдемарту вместе с его кровью. Помочь Валдемарту вернуться. Этот план очень смелый и прямолинейный. Если не знать, что Гарри, тоже крестраж, то любой, кто услышит этот план, подумает, что Иван сошел с ума, помогая Валдемарту. Но это единственный способ полностью расправиться с Валдемартом. Только когда Валдемарт использует кровь Гарри, связь между ними станет сильнее. Магия проклятия крови матери Гарри действует на двух людей одновременно, защищая Гарри другим способом. Пока Валдемарт не умер, Гарри не умрет, и это уничтожит фрагменты души, которые Валдемарт вложил в него. Из-за связи между душами весь процесс должен быть осуществлен Валдемартом. Дамблдору нужно подумать о том, чтобы позволить Валдемарту сделать это, убив себя собственноручно. Валдемарт все еще не понимает этого. Он лишь слепо преследует могущественную силу, надеясь избавиться от смерти. Но в тот момент, когда он стал самым сильным, он был ближе всего к смерти. Иван осмелился сказать все это с решимостью Дамблдору. Валдемарт жаждал вернуться, и у Дамблдора оставалось мало времени. Если продолжать медлить, то Валдемарт, обладающий силой злых богов, станет только сильнее, и с ним будет сложнее справиться. В оригинальной книге Дамблдор в конце концов решил рискнуть, потому что это единственный выход, который он должен сделать. Несмотря на все его приготовления, Гарри в итоге удалось вырваться из рук Валдемарта, но это было полно случайностей и неопределенностей. После появления Ивана многое изменилось, и опасность стала сильнее. С точки зрения безопасности Иван надеется, что она и Сириус могут сопровождать Гарри. Дамблдор сомневался в этом. Перед лицом Валдемарта, вернувшего себе всю власть, Иван и Сириус не были бы им противниками. Он не дал окончательного ответа, и только в этот момент окончательно принял решение. Я могу согласиться с вашим планом. Серьезно сказал Дамблдор, пристально глядя на Ивана. Но ты должен заверить меня, что, чтобы не случилось, ты должен быть в безопасности с Гарри. Не рискуй собой. Я обещаю. Иван сказал, что безопасность, конечно, важнее всего. Если жизни больше нет, все остальное теряет смысл. Он не Дамблдор. Чтобы победить Валдемарта, он может даже использовать собственную жизнь в качестве разменной монеты. Далее он обсудил с Дамблдором некоторые детали. Поскольку Крауч готов начать вторую игру, наиболее вероятное место, под водой. Дамблдор просто рассказал содержание игры. Воины отправятся на дно озера, чтобы найти своих самых важных людей. Иван может пробраться в воду, чтобы подождать, или, говоря более прямо, стать самой важной персоной для чемпиона. Иван намерен отправиться к Флёр. Предвидится, что вся игра будет очень опасной. Он не ожидает, что Гермиона и Габриэль примут в ней участие. Глава 686 из всех четырех чемпионов самым важным человеком для Рона должен быть Гарри. Это, несомненно, важнейшая часть плана. В нынешней ситуации Крам не станет помогать Ивану. Он даже не хочет с ним разговаривать. Что касается Седрика, то он поможет, но только если ему придется сказать правду. Иначе убедить его будет сложно. Единственное, чего Иван не может сейчас сделать, это сказать правду. Он испытывал странное чувство при мысли о помощи в возвращении Валдемарта, хотя у них были веские причины. Не случись несчастного случая. Это станет началом войны волшебников, и многие люди могут погибнуть. Валдемарт не тот волшебник, которого можно победить просто так. Даже Дамблдор не обладает полным контролем. В оригинальном произведении процесс с победой Гарри над Валдемартом не имел особой привязки, в нем вообще не было смысла. По сути, после смерти Дамблдора Валдемарт уже победил, и никто, кроме него самого, не мог его убить. Пока ему нет дела до Гарри или он держит Гарри в заточении, он может трансформировать волшебный мир так, как захочет. Валдемарт был слишком обеспокоен пророчеством профессора Трелани, которая была настроена на победу вместе с Гарри. Он хотел убить Гарри, чтобы доказать, что он самый сильный волшебник, но это было бессмысленно. Он был волшебником, признанный сильнейшим. Множественные разделения души делали его эмоции крайне нестабильными, и он не мог успокоиться и подумать. Его сила постепенно увеличивается, а само существование становится все более злым, но степень опасности все ниже и ниже. Валдемарт даже не собрал основную информацию и поспешил сразиться с Гарри чужой палочкой. Можно представить, что провал – неизбежный результат. Все это можно списать на продуманную схему Дамблдора, но нельзя отрицать, что удача тоже имеет значение. После стольких изменений Иван не может свалить все на иллюзорную удачу. Хотя Дамблдор изменит свой план, Иван все равно хочет сделать все возможное, чтобы обезопасить себя. Выйдя из кабинета Дамблдора, он подошел к карете в Шармбатона. Иван уже подготовился, и хотя у Флёр хорошие отношения с ним, эта девушка, как известно, непроста. В последний раз, когда я был с ней наедине, я все же рассказал ей о первой игре. В ответ Флёр прямо поцеловал лоб Ивана. Если французские девушки так отплачивают, то это немного неприемлемо. Иван подошел к карете, дверь была открыта, и студенты время от времени входили и выходили. За это время многие ученики Шармбатона и Думстранга обзавелись друзьями в Хагвартсе. Когда у них было время, они также посещали карету или корабль. Благодаря частым визитам, студенты Шармбатона хорошо знакомы с Иваном. Учитывая то, что произошло в конце прошлого семестра, Иван стал знаменитостью в Шармбатоне, и его знают почти все. Хотя отношения к нему не очень дружелюбные, враждебность не такая сильная, как несколько месяцев назад, когда Иван только подходил к карете, куча людей выходила драться с ним. Конечно, сейчас они так не поступают, так как знают, что им не победить Ивана. Иван не стал заходить внутрь, а попросил девушку из Шармбатона позвать Флёр. Предыдущий контакт дал ему понять, что с делакур лучше не оставаться одному в замкнутом пространстве. Если вы не хотите, чтобы что-то случилось, минут через пять Флёр вышла из кареты сонной, словно только что проснулась. На ней было свободное повседневное платье, а серебряные длинные волосы, похожие на водопад, рассыпались по плечам. Тем не менее, она по-прежнему выглядит прекрасно. Доброе утро! Радостно сказал Иван. О, доброе утро, что ищешь, парень? Флёр посмотрел на Ивана. Если ты хочешь найти мою сестру, то она отправилась в замок рано утром, сказав, что должна помочь вашему чемпиону выучить заклинание оглушения. Неужели мастер проклятий не справился? Готовясь к следующей игре, Гарри и Гермиона помогают Рону практиковать различные боевые заклинания, такие как оглушающие, боевые заклинания препятствий и т.д. Иван, Колин, Джинни, Габриэль, иногда Уилл тоже приходит в помощь. Рон никогда раньше не использовал это заклинание, поэтому тому, кто тренировался с ним, пришлось пойти на некоторые жертвы. По настоянию Ивана, Гарри будет следить за практикой. Хотя магия этих двух людей не очень сильна, но быть сбитым с ног оглушающим заклинанием много раз за короткое время, это не очень хорошо. Людей, которые практикуют вместе с ними, немного больше. Можно также разделить урон. Я не ищу Габриэль, сказал Иван, оттаскивая Флёр в угол, где никого нет. Мне нужно тебе кое-что сказать. Увидев поведение Ивана, Флёр немного удивилась и, кажется, тут же что-то надумала, улыбнувшись ему. Это касается игры? С интересом спросила Флёр. Ты все еще можешь получить какую-нибудь информацию? Это действительно связано с игрой. Иван кивнул и спросил, ты уже должна знать секрет золотого яйца? Все очень просто. Просто опустите его в воду, и вы сможете узнать разгадку. С гордостью сказала Флёр. Это песня русалки. Похоже, что мы хотим отправиться на озеро, чтобы найти что-то, что самое любимое чемпионом. Это не предмет, а человек, самый важный человек для чемпиона. Это вторая игра. Иван сказал, профессора приведут ваших самых важных людей в деревню русалок под озером. Они хотят, чтобы вы спасли их за час. Что? Флёр удивленно посмотрела на него. Это слишком опасно. Как они будут дышать под водой? Самым важным человеком для нее, несомненно, является Габриэль, подумав о том, что Габриэль отправится в холодное и темное озеро. Лицо Флёр было очень недобрым, и не могла не вспомнить пение русалки. Чемпиона искали и возвращали унесенные предметы. Через час она надеялась, что ничего не случится, и она отправилась посмотреть озеро, глубина превзошла все ее ожидания, а рельеф очень сложный. Час это слишком мало, она еще не до конца осмотрелась. Если не удастся найти Габриэль, то слушай. Иван прямо сказал. Я надеюсь, что ты сможешь выбрать меня в качестве самого важного человека. Ты хочешь быть моим самым важным человеком. Флёр внезапно проснулся и посмотрел на Ивана сверху вниз. Глава 687 Прямая просьба стать самым важным человеком для девушки действительно слишком прямолинейна и может легко привести к недопониманию. С момента прибытия в Хагвартс Флёр получила множество признаний от мальчиков, причем самыми разными способами. Но такой прямолинейной она видела впервые. Если бы не неподходящая обстановка, если бы Флёр была более знакома с Иваном, она могла бы подумать, что он такой же, как и другие мальчики. По правде говоря, ваше предложение очень интересно. Флёр недоверчиво спросила. Но зачем ты это делаешь? Я тоже беспокоюсь о Габриэль, знаешь ли? Неопределенно сказал Иван, глядя в глаза Флёр. Поверь мне, реальная опасность второй игры на дне озера определенно превосходит твое воображение. Там может произойти любой несчастный случай. Разве ты хочешь, чтобы Габриэль рисковала? Флёр заколебалась. Она действительно не хотела, чтобы Габриэль рисковала. Если это действительно опасно, ты можешь заменить Габриэля в озере. Не волнуйся, сказала Иван. Ты знаешь мою силу. Чтобы не случилось, ничего страшного. Через некоторое время Флёр наконец решилась. Спасибо, Иван. Прошептала она, а затем повысила голос. Но если я сделаю это, поверят ли другие? Все знают, что мой самый важный человек, Габриэль, как ты хочешь её заменить. Действительно, младший Крауч не дурак. Если Иван так неожиданно ввяжется во вторую игру, думаю, возникнут проблемы. В конце концов, личность налицо, и не важно, что причина не очень хорошая. Флёр покачала головой, кажется, внезапно вспомнив о чем-то. Или ты собираешься стать моим парнем? Это единственный выход. Гермиона согласится. Иван знает от Габриэля, что Флёр только что расстался с Роджером Дэвисом и теперь свободна. Точнее, все уже закончилось, не начавшись. После танца Делакур потеряла интерес к Дэвису. Иван станет байфрендом Флёр и объявит об этом. Этот метод действительно осуществим. Если вы влюблены, то, естественно, считаете, что ваша вторая половинка – самый важный человек. У Ивана тоже есть причина участвовать в турнире, и это не вызовет слишком много сомнений. Даже если Крауч будет сомневаться, возражать не станет. Когда детали обсуждались с Дамблдором, другая сторона тоже подняла этот вопрос. Но внезапно влюбиться в Флёр все равно слишком неловко и странно. У Ивана есть способ получше. Корризис и фальшивый Грюм вдохновили его. Если он использует оборотное зелье, то мог без сомнений заменить Габриэля в игре. Чтобы сделать это, необходимо сотрудничество Флёр и Габриэля. Составной отвар длится всего один час. Иван должен рассчитать время и заменить личность на Габриэля до начала второй игры. Если они не будут сотрудничать, сделать это будет невозможно. Что касается настоящей Габриэля, то её можно спрятать или превратить в Ивана. Иван больше склоняется ко второму. Можно запутать Крауча. Он готов попросить Гермиону позаботиться об этом. Кстати говоря, изначально он намеревался обменяться своей личностью с Роном. Подумав об этом, риск слишком велик. Не говоря уже о том, что Рон не согласится. Личность чемпиона слишком чувствительна. Если верить новостям от Дамблдора, Крауч будет присутствовать на протяжении всей второй игры. Если он обнаружит, что с Роном что-то не так, и сорвет весь план, это будет ужасно. Они также не знают, как Крауч собирается увести Гарри и спрятать порт-ключ. Поэтому четверо чемпионов не должны ничего предпринимать. Более того, Крауч — лишь второстепенная цель. Его польза будет исчерпана после того, как он приведет Гарри к Валдемарту. Самой важной частью плана было то, что у Валдемарта не должен возникнуть подозрений. Он должен добровольно использовать кровь Гарри, а главной целью после воскрешения будет убийство самого Гарри. Только так он сможет проникнуть глубже и шаг за шагом дойти до своей смерти. В противном случае Иван будет бороться за эти вещи, и играть такую пьесу не имеет смысла. Это также главная причина, по которой Дамблдор не может появиться в течение некоторого времени. Если после воскрешения Валдемарта Иван внезапно превратится из Рона в себя и будет противостоять Валдемарту, то это было бы странно, если бы только он не был глуп. Подумайте сами, почему Иван вдруг стал чемпионом и отправился туда, где он воскрес без всякой причины. Когда он станет Габриэль, такое подозрение не возникнет. Иван просто хочет помощь и не хочет, чтобы Габриэль рисковала. Потом он случайно последует за Гарри, чтобы стать свидетелем возвращения Валдемарта. Даже если Валдемарт вспомнит и проведет расследование, он не найдет ничего плохого, и все будет иметь смысл. Отношения между Иваном, Флёр и Габриэль очень хорошие. Многие люди могут это подтвердить. Все совпало, заговор Валдемарта удался, а Иван и Дамблдор хотели заставить его так думать. Что касается настоящего плана, то никто, кроме них двоих, не знает. Снейп и Сириус, возможно, знают немного, они ответственны за поимку фальшивого грюма. Иван тоже готов немного рассказать Гермионе, пусть готовится к битве. Что касается Флёр и Габриэль, то здесь о причине, по которой Иван проявил инициативу и помог заменить Габриэля, пусть догадываются они. Гарри и Ирон ничего не знали о дальнейших действиях, и для них двоих все было правдой. Короче говоря, вам нужно только согласиться, а все остальное будет передано мне. Иван озвучил свои намерения. Оборотное зелье. Флёр удивленно посмотрел на Ивана. Ты хочешь стать ей? Да, сказал Иван. Поверь мне, никто не узнает, Габриэль не обязательно идти к озеру, чтобы рисковать. С помощью оборотного зелья можно перевоплотиться в любую внешность, и тебя не обнаружат. Но стать девушкой – это действительно уникальный опыт. Спустя более 20 минут Ивану наконец удалось убедить Флёр развеять свои опасения и согласиться поддержать его план. Делакур слишком беспокоилась о Габриэль. Она не стала отвергать доводы Ивана. Идти к озеру действительно опасно. Она не до конца осведомлена о самом втором испытании. В озере водятся не только русалки, но и гигантские кальмары, водяные монстры и гринделила. В защите от черной магии и в бою она не так сильно. Она не могла больше думать об этом, что будет, если вдруг не найдет Габриэля в установленный срок. Глава 688 Расставшись с Флёр, Иван не стал возвращаться в замок, а отправился в хижину Хагрида, расположенную рядом с ним. Гарри и Сириус уже там, а Сириус вновь превратился в собаку. В течение времени, предшествующего началу игры, он будет номинально находиться здесь, в домике Хагрида. Даже если вас случайно увидят ученики, это не имеет значения, вы можете использовать Хагрида заведшего нового питомца, чтобы прикрыться. Узнав, что он полувеликан, все уже привыкли к этому Хагриду. Он питает особую симпатию к опасным животным с дикими зубами и оскалом и всегда находит какие-нибудь редкие особые виды, чтобы принести их. Если Хагрид не находит новых опасных животных, это ненормально. По сравнению с трехглавой гигантской собакой, восьмиглазыми гигантскими пауками и жареными хвостатыми улитками, собака Сириус не стоит того, чтобы поднимать шум. Иван не имеет на этот счет никакого мнения, лишь бы Сириус не доставлял хлопот. Время шло быстро, и в феврале атмосфера в замке стала напряженной и возбужденной. Все с нетерпением ждут второй игры, которая начнется в последнюю субботу, чтобы обсудить ее содержание. Иван уже готов, а Гарри, Рон и Гермиона добились больших успехов по сравнению с прошлым годом. За это время они провели много магических упражнений и осматривали пустые классы. Профессор Макганагалу всегда и везде заглядывала в классы, чтобы искать их, поэтому она разрешила им использовать класс с трансфигурацией в обеденный перерыв. Иван практикует освоенную магию и изучает несколько практических приемов черной магии. Что касается знаний об алхимии, древней магии и демонах, то он решил пока отложить их в сторону и дождаться подходящее время для изучения. Гарри, Рон и Гермиона изучают общую защиту от темных искусств. Из всех троих Гермиона учится быстрее всех. Будь то разбивающие заклинания, защитные, совместные или другое магическое заклинание, Гермиона всегда может освоить его с первого раза после практики, но ее недостаток в том, что она не может использовать все виды заклинаний для борьбы. Хотя скорость обучения медленнее, Гарри очень гибок и сильнее всех комбинирует все виды заклинаний. Нет нужды говорить, что он очень конкурентоспособен и может решать проблемы в наиболее подходящее время с помощью наиболее подходящей магии. Из всех троих человек Рон был самым глупым и не обладал упорством. Он дважды хотел сдаться. Если бы Гермиона не следила за ним, он мог бы и не продолжать заниматься. К счастью, в конце концов он сможет не отставать и не будет тянуть на дно. Теперь они каждый вечер на некоторое время отправляются в хижину Хагрида, принимая у Сириуса специальные консультации, что гораздо быстрее, чем заниматься самой волшебной книгой. По многим магическим приемам и боевым техникам Сириус знает даже больше Ивана. Около восьми часов вечера Сириус отправлял всех обратно в замок. Далее наступало время, когда он мог свободно передвигаться. Хотя Сириус неоднократно обещал, что не будет ввязываться в неприятности, Иван мог быть уверен, что он пробрался на корабль Думстранга поздно ночью и проник в кабинет Каркарова. За день до начала игры Иван решил обменяться личностью с Габриэль. Фатш и Бэгмен прибудут в Хагвартс позже, и подготовка ко второй игре может начаться в любой момент. Как самые важные люди чемпионов, они будут собраны за день до начала. Чемпионы не знали всего процесса. Согласно правилам, они не должны были заранее знать конкретное содержание игры. После завтрака Иван и Гермиона покинули замок, чтобы отправиться к Габриэль. Узнав весь план, Гермиона очень волновалась, но в итоге мужественно поддержала Ивана. Она помогла ему пересмотреть план и подправить некоторые детали. Честно говоря, опасаясь заблуждений Гермионы, Иван не собирался рассказывать ей так много вещей. Но Гермиона слишком умна, в сочетании с соответствующей информацией, полученной ранее, и исчезновением мистера Крауча не так давно. Она одна сделала много выводов, и подобное просто не может ее удержать. Даже если она не будет знать какое-то время, то сможет строить догадки после известия о возвращении Валдимарта. Просто лучше рассказать ей все, Гермиона гораздо сильнее, чем представлял себе Иван. Иван, пообещай мне, что обязательно вернешься живым. Неожиданно сказала Гермиона, проходя через лужайку. Не волнуйся, я тебя уже однажды подводил. Сказал Иван, крепко обнимая Гермиону. В это же время они подходят к карете шармбатона. Габриэль сидит на своей кровати в тревожном ожидании, в душе нервно играя на барабанах. На предложение Ивана обменяться личностями она сначала ответила отказом, но, не выдержав совместных уговоров Ивана и Флёр, в конце концов вынуждена была согласиться. Она не хочет, чтобы Иван рисковал своей жизнью, но у Ивана, похоже, есть другие планы. Услышав шаги снаружи комнаты, она поспешно встала. Доброе утро, Габриэль. Под руководством Флёр, Иван и Гермиона по очереди вошли в комнату Габриэль, и Гермиона окончательно закрыла дверь. В этой маленькой комнате четыре человека так много смотрели друг на друга, атмосфера немного неловкая. Комната Габриэль находится рядом с комнатой её сестры Флёр. Комната немного меньше, а обстановка похожа, но больше настраивает на милый лад, здесь много девчачьих принадлежностей и кукол. Доброе утро. Прошептала Габриэль, его лицо покраснело. Она встретила взгляд Ивана и поспешила отвести глаза в другое место. Ну, и что нам теперь делать? Прямо сказала Флёр. Вам двоим лучше быть немного быстрее. Ну, это оборотное зелье, оно уже готово. Просто положите в него волос, после приёма вы сможете стать другим человеком, каждый раз это может длиться около часа. Иван достал две бутылочки и протянул одну из них Гермионе. Я уже настроил эту бутылочку и положил в неё свои волосы. Габриэль, протяни мне несколько своих волос. Услышав его слова, Габриэль поспешно потянулся к волосам на макушке и выдернуло несколько. Ну, положите их внутрь. Иван подошёл и откупорил пробку. Габриэль бросила волосы в жидкость, похожую на грязь. Как только волосы касаются поверхности жидкости, зелье начинает пениться и дымиться. Когда он моргает, оно превращается в прозрачный бледно-голубой цвет, цвет ясного неба. Глава 689. Успешно, у тебя хороший вкус. Увидев, что лицо Габриэл покраснело, Иван поспешил остановиться и понял, что совершил ошибку. Рядом с Иваном стояла Гермиона и смотрела на него. На самом деле Иван не имел никакого другого значения. Он просто хотел сказать, что вкус зелья, в который добавили волосы Габриэль, показался ему приятным, а не вкус самой Габриэль. Ладно, это уже кое-что. Кажется, объяснение не совсем понятно. Иван не знает, как это объяснить. Последний раз, когда он принимал оборотное зелье, его протащили в общую комнату с лизерина в первом классе. Иван отчетливо помнит, что после того, как в сложный отвар добавили волосы к рыбе, зелье сразу же стало темно-темно-коричневым, что было очень неприятно. Ужасный вкус после его употребления он не забудет никогда в жизни. По сравнению с к рыбам, цвет аптечного зелья Габриэля явно приятнее, да и во рту не так уж плохо. Поскольку все завершено, что мне делать дальше? Спросила Габриэль, забирая бутылочку из рук Гермионы. Выпейте это прямо сейчас, не забывайте пить каждый час, пейте столько, сколько сможете, не бойтесь этого. Этой дозы хватит, чтобы ты деформировалась на три дня. Иван заметил, что Габриэль нервничает, и успокоил ее. Не волнуйся, Гермиона останется с тобой до завтра. Хорошо, Габри кивнула, поднеся бутылку ко рту и замерла. Казалось, она только что о чем-то подумала. Он уставился на Ивана и в панике произнесла. Игра начнется завтра, сегодня где я буду спать? Действительно, это проблема, о которой Иван и Гермиона раньше не задумывались. Ивану хорошо говорить здесь, просто следуй единому порядку школы. Но Габриэль не может пойти спать в общежитии мальчиков Ивана. Возвращаться сюда нецелесообразно. Она должна оставаться в общей комнате Гриффиндера, и никто не должен туда заходить. В наступившей тишине атмосфера стала еще более неловкой. Флёр недовольно подняла брови, желая выговориться. Не волнуйся, ты спала со мной сегодня ночью. Прежде чем Флёр успела прокомментировать ситуацию, Гермиона ответила. Я все устрою. Проблема была решена, но Иван чувствовал себя странно, когда думала, что Габриэль будет спать с его телом и Гермионой. Защитная магия женского общежития основана не на форме, а на магии имени, чтобы определить, может ли человек войти. То есть, несмотря на то, что Габриэль приняла облик Ивана, она может войти в спальню Гермионы. А если они вернутся позже, то смогут втиснуться в кровать и спать, не будучи обнаруженными. Иван покачал головой и больше не мог об этом думать. Мы пьем оборотное зелье прямо здесь. Иван глубоко вздохнул и сказал Габриэль. Тогда следуй за мной в класс. Если я уйду, ты последуешь за Колином и Джинне. Ищите Гермиону. Вы понимаете, это хорошо, пейте. Под взглядами Флёры Гермионы Иван и Габриэль одновременно выпили зелье. Как и прежде, от глаз Ивана по всему телу быстро распространилось жгучее ощущение, охватив каждую клеточку тела. Он стремительно оплавится, его голова становится все короче и короче, а тело – стройным и тонким. В то же время его волосы стали длиннее и приобрели красивый серебристо-белый цвет. Напротив Ивана черты лица Габриэль стали корчиться и деформироваться, словно горячий воск. Ее голова росла и превращалась во внешность Ивана. Странное чувство – наблюдать, как на противоположной стороне появляется еще одна. Через несколько секунд Иван превратилась в милую девочку лет 8-9, точно такую же, как Габриэль. Изначально облегающая одежда стала свободной и начала падать. Он ее потянул, но она продолжала падать. Ему пришлось использовать руку, но она была слишком маленькой, а силы было гораздо меньше. Что касается противоположной Габриэль, то в это время она была еще более невыносима. Ее одежда плотно облегала тело Ивана. Это неудобно, она не может снять одежду, движения очень не скоординированы. К счастью, Флеры Гермиона рядом, иначе после деформации Иван и Габриэль не знают, сколько времени уйдет на завершение переодевания. Гермиона достала одежду Ивана, которую принесла, и помогла Габриэль переодеться. Там кричали два человека. Иван очень надеется, что они не снимут их все, по крайней мере, не одновременно у всех на глазах. Габриэль все еще несколько сдержана, и его беспокоит, что Иван рядом с ним. Гермиона сразу же принялась раздевать ее, причем без всяких угрызений совести. Иван был уверен, что она не будет так обращаться с его телом. Однако он не мог контролировать их двоих. Рядом с ним Флер смотрела на него заинтересованным взглядом и видел, что он волосат. Ну, какой стиль тебе нравится? Она подошла и открыла шкаф Габриэля, а затем оглянулась на Ивана с игривой улыбкой на лице. Есть ли какие-то особые требования? Иван бросил взгляд на ослепительно набитый гардероб. Голова закружилась. Не ожидал, что у Габриэль так много одежды. Как насчет платья с линга с синим плащом? Мне оно не нравится. Как насчет безрукавки? Спросила Флер, доставая одежду и демонстрируя ее перед Иваном. Это цельное платье. Довольны? Лично я считаю, что это черное ультракороткое кружевное платье очень подходит моей сестре. Оно выглядит очень мило, не так ли? К сожалению, она слишком застенчива, стесняется надеть его на улицу. Не хочешь попробовать? Как вы думаете, уместно ли надевать мини-юбку, чтобы пойти на озеро в это время года? Иван с ухмылкой сказал, когда Флёр достала юбку, и хотела увидеть свою собственную шутку. Дай мне матерчатый халат шармбатона. Ладно, ладно, сейчас маленький ребенок, это слишком консервативно, совсем не мило. С улыбкой сказала Флёр и открыла нижний слой шкафа. Так как снаружи это школьная форма, а потом нижнее белье, то нужно менять стили. К сожалению, стиль моей сестры здесь слишком обычный, я не хочу надевать его для тебя. Вам нужно одолжить у кого-нибудь несколько вещей? Если заказывать в Хаксмиде, это займет много времени. Я надену свое собственное, сказала Иван. Скорее принеси мне платье из школьной формы, Габриэль. Если твое собственное будет немного великовато, ты же не планируешь найти место, где сможешь его снять. Флёр сказала, глядя на Ивана. Я могу напомнить тебе, парень, не пользуйся возможностью взглянуть на тело моей сестры. Когда Иван замолчал, он услышал крик Габриэль. Не смотри, ее маленький румянец не может быть еще краснее, застенчивым и ужасным. Диалог между Флёр и Иваном был понятен, и она не могла найти лазейку, в которую можно было бы пролезть. Иван вздохнул. Он не собирался смотреть на нее. Когда он снимал одежду, особого беспокойства не было. Глава 690 Флёр просто не стала искренне помогать Ивану переодеваться, ему пришлось позвать на помощь Гермиону, пусть Флёр поможет Габриэль. Несмотря на то, что нижнее белье свободно, его очень неудобно носить, и оно постоянно спадает. Честно говоря, ему было немного страшно, и Иван снял с себя всю одежду. Когда на них не обращали внимания, Иван опустил глаза, расстегнул воротник и посмотрел на него. Выглядело это не очень хорошо. С помощью Флёр и Гермионы, после примерно десятка пунктов, Иван и Габриэль сменили всю одежду. К счастью, хотя школьная форма в шармбатоне тоже делится на мужскую и женскую, разрыв не слишком велик. Иван чувствует себя немного неловко, но это не неприемлемо. Из-за уменьшения размера и веса его тело стало более лёгким, а сила намного меньше. Но изменилась только форма, а магия внутри тела не изменилась. Иван положил бутылочку с зельем в ручную сумку и вышел из кареты вслед за ними тремя. У вас двоих нет проблем? Обеспокоенно спросила Гермиона. Я чувствую себя немного неуклюже. Не волнуйся, с нами все в порядке, идите на урок зельеварения. Иван повернулась и посмотрела на Флёр, которая хихикала. И ты тоже, поспеши на урок трансфигурации, не волнуйся о нас. До свидания, моя дорогая сестра, сказал Флёр, подошла и дважды поцеловала Габриэль в щёку. Иван остолбенел, а Гермиона остановилась. Она увидела, что Габриэль не уклонилась, а, конечно же, приняла поцелуй и даже хотела поцеловать в ответ. Иван поспешно потянул её за собой, но было уже поздно, и в округе раздался крик. Многие студенты, только что закончившие завтракать в аудитории, только что увидели эту сцену. Они увидели, что Флёр на самом деле влюблена в Ивана. Если Габриэль не остановить, Иван поцелует её в ответ. Что происходит? Все чувствуют, что их головы недостаточно. Неужели между Флёр и Иваном есть какие-то скрытые отношения? Иван взглянул на Флёр и, взяв Габриэль под руку, отправился в класс с гадания. По пути он неоднократно подчёркивал Габриэль, что она теперь Иван, пусть она имитирует его обычное поведение. После этого Иван уделял ей много внимания, пока они не вошли в класс с гадания и не сели на свои места. Случайностей не было. Как оказалось, профессор Трелани, будучи квалифицированной гадателем, все ещё очень прилежно. Она пришла к трагическому пророчеству не просто потому, что студент не радует её глаз, она всегда нацеливалась на Ивана. Иван вдруг обнаружил, что у неё все ещё есть теоретическая система, чтобы поддержать её, а не болтать чепуху. На предыдущем уроке прорицания Ивана и Гарри всегда были в центре внимания профессора Трелани. Появляются различные предсказания о смерти и трагическом будущем. Юные волшебники в классе в основном уже привыкли. Но сегодня они с удивлением обнаружили, что профессор Трелани передал пророчество Габриэль и проигнорировал Ивана. В классе гадания они учатся гадать с помощью хрустального шара. В этом шаре, кроме текстуры стола, искажающейся от перемены освещения, Иван ничего не видит. Тусклый свет в кабинете профессора, сильные благовония, горящие на лице, позволили ему опустить веки и уснуть. Дорогая, профессор Трелани внезапно собрался и разбудил Ивана. Да, профессор. Иван посмотрел на нее и сказал. Есть что-нибудь? Ему слишком хорошо знакомо выражение лица профессора Трелани. Он думал, что став Габриэль, она отстанет от него. Но нет, Трелани пристально смотрел на Ивана своими большими глазами, неуклонно приближаясь к нему. В вашем хрустальном шаре что-то есть. Ты видишь это? Это знак? Сказала она бесплотным голосом. Нет, я ничего не вижу. Ответил Иван, продлевая звук, и он остался прежним. Но тут к шару внезапно подошли другие люди, обратившие свое внимание на Ивана. Профессор, что в хрустальном шаре Габриэль, с любопытством спросила одна девушка. Это тень. Хотя я не могу четко разглядеть, что там внутри, это определенно нехороший знак. Профессор Трелани сказала. Дорогая, поверь мне, тебя ждет трагическая судьба, возможно, это будет смерть. Эй. Услышав ее слова, весь класс удалился, и на их лицах появилось беспокойство. Впервые они увидели, как профессор Трелани говорит эти слова кому-то кроме Ивана. Как могло случиться, что у Габриэль трагическая судьба? Если это так, то это также ее связь с Иваном. Хорошо, спасибо, что сделали для меня пророчество, профессор. Сказал Иван, вставая. Простите, можно я пойду в ванную, дорогая? На тебя явно влияет вибрация особой энергии в моем классе, благодаря которой твоя судьба стала такой ясной. Профессор Трелани сказала. Если вы сейчас уйдете, боюсь это произойдет. У вас есть возможность. Простите, но я очень волнуюсь. Прошептал Иван, вставая и выходя из класса. Он проигнорировал профессора Трелани, а она выглядела подавленной и, казалось, была лишена богатого пиршества. Затем она привычно повернулась к Габриэль, который выдавала себя за Ивана, и уставилась в хрустальный шар. Внутри нет ничего, что могло бы ее заинтересовать. Я слышала, что Иван сказал, что идет в ванную. Габриэль следила за его мыслями и волновалась. Профессор, я тоже хочу пойти. Торопливо сказала она и выбежала из класса. Осталась только группа людей, стоящих лицом друг к другу. Если Иван сейчас идет в туалет, то это должен быть мальчик или девочка. Это проблема. Однако на самом деле у него не было такого намерения, просто он не хотел оставаться на глазах у профессора Трелани. Он вдруг понял, что профессор Трелани очень чувствительно, хотя она и не могла знать, что Иван и Габриэль обменялись личностями, но продолжала смотреть на хрустальный шар, чтобы предсказать, кто знает, какие ужасные слова она скажет. Нехорошо заставлять других сомневаться. Вероятность исполнения этих предсказаний минимальна, но само внезапное гадание на Габриэль очень ненормально. Он не собирается возвращаться на занятия. В эту секунду Габриэль внезапно нагоняет его. Больше получаса они вдвоем стояли на вершине северной башни, глядя на подножие озера за окном и бескрайний запретный лес. Кстати, за разговорами о прошлом время проходило в тихой и спокойной атмосфере. Двое не спешили возвращаться, а профессор Трелани не посылал никого на их поиски. А почему поход в туалет занимает так много времени, пусть гадают другие, все равно они узнают об этом позже. Глава 691 Хотя Иван и Габриэль были осторожны, после принятия зелья многие изменения произошли непреднамеренно. На следующем уроке чародейства Иван легко справилась с заданием, порученным профессором Флитвиком. Ничего страшного, он обычно делает то же самое, все к этому привыкли. Но после того, как Иван выполнил это задание, как Габриэль, он получил невообразимое внимание и удивление. Прекрасная внешность, мягкий характер, милый темперамент и красивая девушка с прекрасным магическим талантом. Габриэль была очень популярна среди мальчиков младших классов. Они смотрели на него во все глаза и заставляли Ивана чувствовать себя неловко. С другой стороны, Габриэль играла в свое удовольствие и была очень счастлива с Иваном, и общалась с другими девушками от имени Ивана. Многие были удивлены, что Иван так хорошо ладит с девушками. Колин, этот парень, действительно приходил и тайком спрашивал Габриэль, что ему делать. В течение всего утра оба чувствовали себя очень уставшими. Зайдя в главный зал на обед, Иван надеялся, что это дело скоро закончится. Люда Быгмин уже сел за стол преподавателя и выглядит очень довольным. Флёр не появилась. Через несколько минут Флёр ненадолго появилась за гриффиндерским столом и улыбнулась, глядя в глаза Ивану. Моя милая сестра, после обеда миссис Максим хочет тебе кое-что сказать. Она подошла и сказала, естественно, сидя рядом с Габриэль, которая изначально занимала место Колина. Она в фойе. Ты можешь пойти к ней одна. Так и знайте, ответил Иван, беспомощно глядя на Флёр. Если она не обращается к Габриэль, а использует слова «моя милая сестра» и «моя дорогая сестра», значит, разговаривает сама с собой. Разве Флёр не может быть сдержанный? Перешептываясь, они увидели, что Флёр и Иван сидят вместе, а Габриэль и Гермиона, напротив. Напоминая сцену, которую я видел в фойе сегодня утром, множество маленьких волшебников начали сознательно заполнять мозг. Из-за внезапного появления Флёр атмосфера за столом стала странной, а он слишком нервничал, чтобы говорить. Вокруг слишком много людей, и некоторые слова здесь не к месту. После обеда Иван взял Гермиону за руку, после чего пошёл один к миссис Максим. Миссис Максим ждала у двери, волнуясь и отвлекаясь. «Ты здесь, Габриэль?» — сказала миссис Максим. «Следуй за мной в кабинет Дамблдора, там все в сборе. Есть что-нибудь?» — спросил Иван, глядя на мадам Максим, подражая Тану Габриэль. «Во второй туре турнира каждый чемпион должен найти кого-то, чтобы завершить игру», — сказала госпожа Максим, потянув Ивана за собой наверх. «Габриэль, ты — самое важное для своей сестры Флёр. Согласно договорённости, тебя отправят в озеро перед замком, где ты будешь ждать её спасения». «Отправят в озеро?» «Да, хотя Дамблдор неоднократно обещал обеспечить твою безопасность, твой возраст слишком мал, чтобы отправиться в бездонное озеро», — обеспокоенно сказала мадам Максим. «Если ты откажешься, я могу найти кого-нибудь другого. Я хочу попробовать». Иван сказал, что ради этого он превратился в Габриэль, и как он мог отказаться? Он последовал за мадам Максим в кабинет Дамблдора, а Дамблдор, Каркаров, Людобыгмин, Грюм и Снейп уже были там. Кроме того, там были профессор Флитвик и Джоучен, который является самым важным человеком для Седрика. Толстый мальчик Тим Стронг, цель Крама, кажется, его зовут Полиак. Согласно первоначальному замыслу Крама, он хотел выбрать Гермиону, но ни Иван, ни Гермиона не согласились. Сам вопрос требовал согласия о выбранной цели. Каркаров случайно нашел кого-то на замену. Увидев входящего в дверь Ивана, Дамблдор радостно поприветствовал его. «Добрый день, Габриэль!» «Здравствуйте, профессор Дамблдор», — ответил Иван и сел в кресло в углу. Дамблдор узнал его личность, и все было готово. Через некоторое время Гарри вошел вместе с профессором Макганагал, огляделся и подошел к Ивану. «Итак, люди собрались», — мягко сказал Дамблдор. «Вы уже должны знать, что произойдет. Вы войдете в озеро перед замком. Я лично наложу на вас четверых заклинания, которые позволят вам погрузиться в сон и дышать под водой. Уверяю вас, что весь процесс не опасен, а когда вы выйдете из воды, то проснетесь. Есть какие-нибудь проблемы?» Четыре человека покачали головами и выразили свое согласие. «Очень хорошо, вы знаете, что вся игра является конфиденциальной для чемпионов. Я предлагаю вам не идти назад до начала завтрашней игры», — сказал Дамблдор. «Мы приготовили комнаты на втором этаже замка. Сегодня вы будете там. Вечером вы можете переночевать там, а ужин вам принесет домовой эльф. Мы отправимся завтра в шесть часов утра». Всю вторую половину дня профессор Дамблдор подробно рассказывал Ивану, Гарри, Джоу и Полиаку о всей игре и заставлял их привыкнуть к заклятию в озере, а грубая и вычурная предводительница русалок постоянно издавала резкие и грубые звуки. Очевидно, он также будет произносить слова русалки. Корнелиус Фадж пришел в Хагвартс около трех часов дня, и вид у него был немного нервный. За ним следовали пять авроров, и Сириус был среди них. Они будут отвечать за подготовку всего места проведения соревнований, чтобы не допустить несчастных случаев. По мнению Ивана, Фадж возглавил такое количество авроров, чтобы защитить свою собственную безопасность. Исчезновение Крауча напомнило ему о том, что в волшебном мире не все так спокойно, как он себе представлял. Что касается того, чтобы в игре не произошло никаких несчастных случаев, то так мало авроров не будут играть никакой роли. Во время игры они не пойдут к озеру, не говоря уже о том, что Барти Крауч тоже будет участвовать в охране. В общем, подготовка ко второй игре проходила организованно. Помимо Ивана, остальные три человека, которые собираются в озеро, немного нервничают. Полли не говорил ни минуты, все с ним не знакомы. Гарри, казалось, хотел пообщаться с Джоу, но не знал, что сказать, и мог только следовать за командой. Наконец, Джоу после первого дня говорила без остановки. Джоу оказалась более разговорчивой, чем Иван мог себе представить. Она рассказывала о последних событиях, о сплетнях и различных слухах в школе о предстоящей игре и о мальчиках. Ей кажется, что она хорошо ладит с Габриэль, а поскольку она одна боится, то приглашает Габриэля спать с ней по ночам. Глава 692 Иван, естественно, не может спать с Флёр, а действие оборотного зелья длится всего один час. Это значит, что он обязательно обернется, если будет спать ночью, а вставать каждый час Иван не может. После ужина принесенного домовым эльфом он отказался от приглашения Флёр и не захотел играть с Гарри во флаг волшебника. Иван вернулся в комнату на втором этаже замка, запер дверь, задул свечу и рано лёг спать. Он лёг, подумал, поднялся, снял с себя всю одежду и тяжело упал на кровать. После превращения одежда Габриэль определённо не годится, оборотное зелье доставляет немало хлопот. В темноте Иван тяжело вздохнул. Сегодняшние представления действительно особенные. Сегодняшней ночи суждено стать бессонной, не говоря уже о том, что Иван лежит в постели и не может уснуть. В общей комнате Гриффиндера Гермиона и Габриэль тоже разговаривали допоздна. Дождавшись, когда вокруг никого не останется, они поняли, что пора идти спать, и не могли больше тянуть время. «Давай, они все должны заснуть, давайте пошевелимся», сказала Гермиона. Её лицо порозовело и покраснело. Странные чувства поднялись в теле, и хотя она знала, что Габриэль – девушка, сейчас она была похожа на Ивана. «Я лично отведу Ивана в свою постель, у Гермионы в голове было пусто. Я все равно останусь здесь, если его обнаружат», обеспокоенно сказала Габриэль. «Нет, просто отведи на него внимание, и проблем не будет». Гермиона взяла инициативу в свои руки, повела Габриэль и прошла в спальню. Она сказала, «Пойдем, я не могу оставить тебя одну, ты не можешь быть одной ночью». Она не раз повторяла себе, что это Габриэль, а не Иван, ничего стесняться. В таких делах её смелость должна быть немного больше, она должна быть примером для Габриэль. Защитная магия у входа в женское общежитие не сработала, и обе они почувствовали облегчение. Вдвоем на цыпочках они вошли в спальню Гермионы, но внутри не было ни звука. В это время все спят. Гермиона и Габриэль некоторое время смотрели друг на друга, затем с помощью Гермионы сняли с Габриэля одежду. Они не стали надевать пижаму и со всей скоростью забрались в кровать. Непонятно почему, изначально большая кровать вдруг стала меньше. Оба задумчиво и долго ворочались, прежде чем наконец заснули. В 4 часа следующего утра Иван проснулся, открыв глаза. Он достал бутылку и отпил глоток оборот зелья, после чего оделся и вышел из комнаты. В конце коридора его ждал Дамблдор, который, похоже, ожидал, что Иван проснется в первую очередь. Доброе утро, профессор, сказал Иван и только потом заметил, что в темном углу стоит грюм. В тусклом свете его поврежденное лицо выглядело необычайно мрачным, а глаза пристально смотрели на Ивана. Сегодня ключевой день, и его план будет реализован. Он лично приведет к темному лорду Гарри Поттера, доказав свою преданность великому темному лорду. Это его мечта и самое большое желание. Несмотря на множество изменений в плане, он не последовал своему первоначальному плану, не отпустил вампира, не убил отца и даже не был снова отправлен в Аскабан или умер. Но его это совершенно не волнует. Пока он может помочь темному лорду вернуться, все стоит того. Думая об этом, Барти Крауч излучает атмосферу безумия. Привет, Габриэль, сказал Дамблдор, улыбаясь. Ты выглядишь усталой, плохо спала прошлой ночью? Да, Иван кивнул. Возможно, это слишком нервно. Когда я думаю о том, как буду находиться в огромном озере, мне становится очень плохо. Вы же знаете, я не умею плавать. Не волнуйтесь, вам ничего не грозит, спокойно, сказал Дамблдор и ласково похлопал его по плечу. Мы все приготовили, поверь, ты вернешься в целости и сохранности, и без всяких пожеланий. Желаю тебе удачи. Спасибо. Иван кивнул и встал рядом с Дамблдором. Через некоторое время Фадж, Быгмин, Мадам Максим, Каркаров, Сириус, Снейп, Профессор Макганагал и другие Авроры тоже вышли в коридор на втором этаже замка. Гарри и Джоу вышли из комнаты. Они оба, похоже, плохо спали, и под глазами у них были темные тени. Все перешептывались, а Сириус тянул Гарри в сторону и что-то объяснял, и Гарри время от времени кивал. Пока остальные не обращали на это внимания, Иван тайком попивал оборотное зелье, ожидая похода в Черное озеро. Время было уже больше пяти часов, а Полиак все не выходил. Этот парень очень хотел спать, все ожидали его. Вставай, Полиак, несносный мальчишка. Каркаров нетерпеливо стучал в дверь, его стуки были грубыми. Через пять минут Дамблдор, покачиваясь, начал накладывать на всех заклинания. Вспыхнул голубой свет, и Иван, потеряв сознание, погрузился в бесконечную тьму. В это же время проснулась Гермиона. Почувствовав, что кто-то держит ее тело, она открыла глаза и увидела, что это была маленькая Габриэль, а затем задремала. Прошлой ночью ей приснился странный сон, в котором она видела себя Ивана в своей постели. Гермиона поспешила развеять эти мысли. Иван сейчас должен отправиться на дно озера. Надеюсь, что все пройдет гладко. Некоторое время она размышляла об этом, пока ее не разбудила Габриэль и не передала ей бутылку с зельем и одежду Ивана. Когда она снова переоделась в Ивана, они оба помчались с огромной скоростью. Общая комната была пусто. Людей в общей комнате становилось все больше, и все с воодушевлением обсуждали предстоящую игру. Вчера за ужином Дамблдор объявил, что сегодняшняя игра будет проходить на озере перед замком, что очень интересно. Все маленькие волшебники Хагвардса знают глубину озера, а там водятся ужасные гигантские кальмары и чудовища. Возможность проплыть под водой в Черном озере уже само по себе удивительное достижение. Эти аргументы расстроили Гермиону. Она не захотела оставаться здесь и повела Габриэль в зал на завтрак. Они специально выбрали неприметный угол и стали ждать, когда придет Рон. Рон положил палочку в карман брюк, а в другой карман мешочек. Глава 693 Иван, Гермиона, ты здесь? Рон сел и взял себе кусок хлеба. Он с гордостью сказал. Меня только что окружили Лаванда и ее друзья. Они хотят знать, хорошо ли я плаваю. Почему, девочки такие, я должен дать им понять, что это непростое дело. Нам нет дела до тебя и Лаванды, недовольно сказала Гермиона и со вздохом облегчения посмотрела на Рона. Вы пришли слишком поздно. Чемпионы соберутся перед замком к 8 часам, ожидая инструкции. Я знаю, у меня еще есть время, сказал Рон, запихивая еду в рот. Да, ты не знаешь, куда делся Гарри. Он ведь не вернулся вчера вечером, Сириус ищет его. Конечно, он в озере, нетерпеливо сказала Гермиона. Озеро. Рон был потрясен и удивленно спросил. Почему Гарри отправился туда? Ты что, не понимаешь? Во второй игре чемпионы отправятся в озеро, чтобы найти своего самого важного человека. Твой самый важный человек, Гарри, сказала Гермиона, недовольная непредусмотрительностью Рона. Он уже ждет тебя там. Боже, я что, должен спасать Гарри из озера? В панике произнес Рон, внезапно занервничав. Никто не говорил мне об этом. Я слышал песню русалки о золотом яйце. Я думал, что найду его. Что же это такое? Подумав об этом, Рон не мог не начать волноваться. Гарри ждал, пока его спасут. Рон потрогал травинку в кармане. Если он не сможет найти Гарри в течение часа, что же ему делать? Вспомнив слова песни, он потерял бы его навсегда, и Рон запаниковал. Не так-то это просто. Как они могут это сделать? У Гарри нет же браслей. Как он может дышать под водой? С тревогой сказал Рон. Я не смогу найти его в течение часа. Иван, что мне делать? Я не знаю. Сказала Габриэль, держа в руках чашку и отпивая молоко. Если она знает, что делать, то не будет сидеть здесь и волноваться. Услышав ее ответ, Рон застонал. Похоже, он не думал, что Иван действительно ответит на этот вопрос. Ты просто должен сделать это, как во время тренировок, ты сможешь. Быстро сказала Гермиона. Это так же просто, как съесть жабросле, найти Гарри в озере и вернуть его обратно. Зная правду обо всех вещах, она понимала, что Рон не сможет добиться успеха. Ладно, пошли. Рон проглотил еду и последовал за Гермиона и Габриэль к выходу из замка. Выйдя из двух дубовых дверей, они оказались на залитой солнцем холодной земле. Если спуститься по лужайке к озеру, то можно увидеть место проведения первого этапа, проходившего в ноябре прошлого года. Сейчас они находятся на другой стороне озера. На трибунах уже сидят множество людей, отражаясь в озере внизу. Они обогнули огромное озеро, направившись к трибунам. Перед озером на площадке стояли судейские столы с золотыми скатертями, за которыми уже сидели Дамблдор, Каркаров, Максим, Фадш и Людобыгмин. За судейским столом расположились другие преподаватели и Авроры, которые будут отвечать за поддержание порядка во время игры. Рон помахал лаванде на трибуне, а затем подошел к судейскому столу. Не так давно он получил письмо от Перси, в котором говорилось, что он заменит мистера Крауча в качестве судьи. Рон считает, что это очень важно для него самого. Каким бы плохим он ни был, Перси не сможет поставить ему очень низкую оценку. Но теперь, из-за временного исчезновения мистера Крауча, Перси находится под следствием. Сириус рассказал им, что министерство не хотело афишировать исчезновение мистера Крауча, но они взяли Перси и допросили его по поводу инструкций мистера Крауча, как будто они были написаны кем-то другим. Давление на Перси настолько велико, что его карьера в самом ее начале пошла наперекосяк, а это усложнит ему жизнь. В этом случае он, естественно, не может отказаться стать судьей в Хагвартс. Ты здесь, Рон? Люда Быгмин встретил его с улыбкой, взял на себя инициативу заменить Аврора, подвел Рона к месту, где собрались чемпионы, и прошептал. Как ты себя чувствуешь? Что ты собираешься делать? Я не могу в это поверить. Да, я не могу в это поверить, сказал Быгмин, снова понизив голос. Слушай, я только что узнал от Аластера местоположение деревни Русалок. Он выяснил это вчера, не плыви в другие места, ищи на северо-западе. Спасибо. Удивился Рон, глядя на Люда Быгмина. Он давно знал, где находится деревня Русалок, но не ожидал, что Быгмин в этот момент действительно поможет. Не благодари, я хочу помочь тебе выиграть игру. Быгмин сказал, вернув себе нормальный голос. Ну, вы идите, остальные чемпионы ждут вас там. Когда Рон прошел мимо Быгмина, Седрик, Крам и Флёр стояли на берегу, каждый на расстоянии десяти футов друг от друга. Рон встал последним, рядом с Крамом. Крам, одетый в плавке, достал свою палочку и приготовился. Это турнир мирового уровня. Телосложение у Крама очень крепкое. Прошел почти час начала игры. Рон, колеблется и решает сменить одежду. Через некоторое время профессор Грюм, бродя вокруг, осматривал каждого чемпиона и рассказывал о мерах предосторожности. Потом были Сириус и Авроры. Рон не понимал, почему их нужно проверять столько раз. Как раз в тот момент, когда ему стало не втерпёшь, он увидел Быгмина, вставшего из-за судейского стола. Он направил свою палочку на горло, как на чемпионате мира, и сказал. Сонор. И его голос, словно гром, пронесся над темным черным озером к противоположной трибуне. Все слушайте, наши воины все на местах. Я начинаю. Второй этап. У чемпионов есть целый час, чтобы вернуть украденное у них. Три, два, один. Резкий свисток эхом отозвался в холодном, неподвижном воздухе, и трибуны разразились бурными аплодисментами. Рон не стал дожидаться, что будут делать другие чемпионы. Он достал из кармана мешочек, как уже практиковался раньше, достал жабросли, положил их в рот и пошел в озеро. Так холодно, что кожа на ногах болит, как от огня. Чем дальше он шел, тем глубже становилось озеро, и мокрая одежда сильно соднила. Глава 694. Теперь, когда колени Рона коснулись озера, две онемевшие ноги почувствовали песок и скользкие, склизкие камни, все время поскальзываясь. Рон быстро прожевывает жабросли, чувствуя себя не очень хорошо. Жабросли жесткие, скользкие, как щупальца осьминога. Потом он остановился по пояс в воде и проглотил жабросли, ожидая, что вот-вот произойдет чудо. Рон услышал смех зрителей и понял, что он, должно быть, глуп. Он вошел в озеро и не проявил никакого заклинания. Рон не мог не волноваться, что, если оно не подействует. За последние два месяца он выучил множество заклинаний, которыми раньше не владел, проклятия, оглушающие заклинания, защитные и так далее. Но ни одно из них не позволяло ему дышать под водой, и Рон нервно сжимал в руке свою палочку. Нижняя часть тела Рона промокла в ледяном озере, а ледяной ветер безжалостно трепал его волосы. Рон сильно дрожал, и та часть тела, которая не была покрыта водой, покрылась мурашками. Он намеренно не смотрел на зрителей, но смех был громче, особенно с криками и воплями слезерина. Это так глупо. Рон беспомощно огляделся по сторонам, и вдруг почувствовал, что невидимая подушка зажала ему рот и нос. Как только он вздохнул, то почувствовал, что его сознание кружится. Легкие Рона опустили, а по бокам шеи возникла резкая боль. Рон схватился обеими руками за горло и потрогал две узкие щели под ухом, открывающиеся и закрывающиеся от холодного воздуха. Это оно, понял Рон. Он бросился в воду и подсознательно втянул в себя первый вдох холодного озера, как бы получая необходимый для жизни кислород. Больше не поворачивая головы, Рон глотнул воды из озера и почувствовал, как вода плавно течет сквозь оковы, насыщая мозг кислородом. Он выставил перед собой руки и внимательно посмотрел на них. Они слегка позеленели под водой, выглядели ужасно, а между пальцами были перепонки. Он повернул голову, чтобы посмотреть на свои босые ноги. Ступни стали длиннее, а пальцы соединились, как будто ноги вдруг превратились в ласты. Вода перестала быть холодной и горькой. Напротив, Рон чувствует себя очень прохладно, очень комфортно, а тело становится очень легким. Он был в восторге, хотя это было описано так, как я это слышал, но это действительно удивительно. Рон продолжал грести вперед, две его ласты позволяли ему двигаться в воде дальше и быстрее. Он также обнаружил, что может ясно видеть, не моргая. Вскоре он заплыл глубже и уже не видел дна озера. Он перевернулся и спустился на дно. Сцена была темной и необычной, а в ушах стояла тишина. Теперь Рон может видеть сцену в радиусе 10 футов от площади. Каждый раз, когда он делает грибок по воде, из темноты впереди внезапно возникает новая сцена. Джунгли из волнистых, спутанных черных растений усеяны широким, гладким слоем мерцающей гальки. Жабросли удивительны. Рон был в восторге. Теперь он сможет вернуть Гарри из деревни русалок. Все слишком просто и, как и ожидалось, он станет первым чемпионом, завершившим состязание. Рон некоторое время плыл вперед и вдруг снова остановился, широко раскрыв глаза, вглядываясь в серое, меандрирующее озеро. Разглядывая тени вдали, где все было темным-черным-мрачным, кажется, там что-то спрятано. Наверное, рыба. Подумал он, держа в руках свою палочку. Может, это гигантский кальмар. Рон не смел пошевелиться, как вдруг увидел, что впереди, все ближе и ближе, движется какой-то здоровяк. В следующую секунду из тени вышло огромное чудовище и предстало перед Роном акула. Как в озере могут быть акулы, это же просто смешно. Рон в ужасе поднял палочку, и тут он увидел его, это был Крам. Под ним, человеческое тело в плавках и голова акулы. Похоже, он хочет деформировать себя, но у него это не очень получается. Рон отмахнулся от него и, пустив палочку, подплыл к полу акули и поприветствовал ее. Возможно, они смогут отправиться в деревню русалок, но окружающая мрачная обстановка заставляет Рона немного волноваться. Следуй за мной. Крам сделал жест, и в воде раздался странный звук. Оказалось, что эта акула умеет говорить, но произношение, похоже, отличается от обычных людей, и звучит это странно. Его большая голова неестественно покачивалась в воде, составляя резкий контраст с телом. Честно говоря, увидев забавный вид Крама, Рон немного рассмеялся. Всемирно известный Крам с головой акулы-гольфиста. К сожалению, этот вид не может быть забыт. Они плыли над зеленой травой, которая была глубиной в два фута и действительно напоминала очень густую лужайку. Рон вспомнил, что Иван говорил, что это Гриндела – территория длиннорогих чудовищ на голове. Атака такого монстра не очень высока. Он узнал, как с ними справляться у профессора Люпина в прошлом году, но это отличается от контакта на уроке. Рон хочет напомнить Краму, чтобы тот был осторожен. Плывя чуть выше от водных растений, чтобы не пострадать от Гриндела впереди, Крам внезапно остановился и повернулся, чтобы посмотреть на Рона. Огромная акулья пасть была наполнена клыками. Круция резко прозвучал голос Крама, и его палочка поравнялась с Роном. В следующую секунду, не дожидаясь, пока Рон сообразит, в чем дело, ударил столб кипящей воды. Дикая боль поднялась в теле Рона. Он открыл рот и почувствовал, что каждый нерв горит. Его тело плотно скрутило, конечности как-то странно и бессмысленно закрутились. Из-за сильной боли он хотел закричать, но не смог издать ни звука, а во рту появились пузыри. Непростительное проклятие, почему Крум так поступил он? Но вскоре Рон уже не мог думать об этом, и боль распространилась по телу, из-за чего он потерял способность мыслить. Возможно, обморок в прошлом – это облегчение, но Рон очнулся. Это страшное место темной магии, способной заставить болеть все тело, сердце и кости, способной довести человека до безумия. Если ты можешь выбирать, то лучше счастливая смерть, чем эта. Палочка Рона упала, в тени поднялся страх, а в темноте творились ужасные преступления. Холодный взгляд Крама уставился на Рона, потерявшего боеспособность, терявшего сознание. Рон потерял сознание, погрузившись в густую траву. Зеленый Гринделла быстро протянул руку, схватил Рона за лодыжку и потянул его вглубь травы. «Вкусная еда!» – возбужденно кричит он. Через несколько секунд вокруг восстановилось спокойствие, как будто ничего не произошло. Крам опустил палочку, и его тело постепенно исчезло в тени озера. Глава 695 «Пять ушедший Крам не заметил, как над травой быстро пронеслось молочное нечто. В мутном озере он ищет еще двух чемпионов, и тут до него доходит. Флер направилась не туда, в противоположную сторону от деревни русалок. Можно о ней не беспокоиться. Седрик уже прошел эту водяную траву. Он движется быстро, точно по курсу, минуя Крама. Седрик скоро прибудет в деревню русалок, пусть он уйдет вместе с девочкой из Ривенкла. Это не повлияет на план, Седрик очень силен и его не так просто убрать, как Рона. За три часа до этого времени Иван, Гарри, Джоу и Полиак были привязаны к хвосту каменной статуи русалки. Казалось, все они очень крепко спали, их головы слабо покачивались на плечах, а вокруг рта была целая вереница тонких волдырей. Иван находится между Джоу и Гарри, он все еще выглядит как Габриэль. Облако серебряных волос развивается в холодной озерной воде. В следующую секунду он внезапно открыл глаза. Магия, которую наложил на него Дамблдор, двигала его руками и ногами, и магия эта была не такой уж сильной. Он проснулся заранее. Но Иван также может дышать в воде, как будто он проглотил жабросли. Это сложная составная магия, так что Ивану оставалось только восхищаться умением Дамблдора накладывать заклинания. Палочка, спрятанная в рукаве, скользнула в руку, и в следующую секунду веревка, привязанная к Ивану, автоматически развязалась. Он пошевелился и огляделся. Гарри и Джоу по-прежнему спали. Окруженные тишиной, русалки были немного ленивы и не смотрели на них. Действия Ивана были не столь масштабны. Выпив большой глоток оборотного зелья, он улегся на спину. Если рассчитать время, то игра вот-вот начнется, а магический глаз Грюма не может проникнуть в озеро и обнаружить аномалию. Однако на этот раз Иван привязал себя к Гарри. Черная веревка на траве была заколдована им. Она была толстой и скользкой. Она была очень прочной, и ее трудно было развязать или разрушить. Это не могло заставить Гарри отсать от него. Иван рассчитал время. Каждый час он глотал зелье, содержащееся во рту, чтобы поддерживать деформацию. Не знаю, когда это началось. Со всех сторон появились русалки, с любопытством смотревшие на них, а вокруг зазвучали незабываемые песни. Это была не та песня, которую Иван слышал раньше, и мелодия была еще более радостной. Остался всего один час, чтобы найти и вернуть похищенные. Не медлите, время пройдет, и вы потеряете его навсегда. Эта песня внутри золотого яйца, и русалки наставляют чемпионов, чтобы те пришли и спасли самых важных людей. Иван тихонько открыл глаза и увидел в темном озере двух великолепных русалок, держащих копья в своих руках. Неподалеку множество русалок расположились в кругу. Они пели, танцевали и веселились. Русалки были нарядно одеты. Среди них была и женщина-русалка с толстой веревкой на шее, держащая в руках маленького зеленого зеркальца. Ее темно-зеленые, длинные, неухоженные волосы с украшением Ивана, которое было продано им в прошлый раз. Большая часть русалок одета именно так, а самые дорогие украшения на теле – те, что Иван приносил раньше. Если не обращать внимания на их железно-серую кожу, желтые глаза и неполноценные желтые зубы, то картина и в самом деле неплохая. Но сейчас они больше похожи на группу чертей на карнавале. Прошло уже более 30 минут. Я до сих пор не видел тени чемпионов. Почему они медлят? Как раз в тот момент, когда Иван проглотил последнюю порцию зелья, фигура Седрика Диггари наконец появилась на краю русалочьей деревни. Вокруг его головы был огромный пузырь, из-за которого черты лица казались вытянутыми и расширенными, что было очень забавно. Седрик упал и разбрызгал большую черную грязь, и от его волнения озеро наполнилось черным водяным вихрем. Тщетно оглядываясь по сторонам, он с удивлением посмотрел на русалок. Затем он увидел четырех заложников, привязанных к хвосту статуи. Джоу Чан прислонила голову к плечу серебристоволосой девочки и выглядел довольно хорошо, но девочка у шармбатона посинела и, казалось, ничего не понимала. Она – сестра Флёр, которая обычно ходит с Иваном. Седрик также видел Гарри по другую сторону от Габриэль. Заберите своего заложника. Русалка подплыла к нему и сказала, ее лицо улыбается недоброй улыбкой. Седрик заколебался и достал из кармана нож. Он поплыл, чтобы перерезать веревку, спас Джоу и потянул ее вверх. Но вскоре он остановился и забеспокоился. Слишком странно. Он не увидел других чемпионов. Эти русалки выглядят свирепыми и зловещими, и кажется, что они в любой момент могут убить заложников. Не в силах оставить их одних, Седрик подождет здесь некоторое время, а когда появится следующий чемпион, уйдет. Спустя более чем 10 минут окружающие русалки вдруг радостно закричали. Седрик поднял голову и увидел, что к нему подплывает Крам, превращенный в акулу. Рон и Флёр должны быть позади. Он кивнул в ту сторону, потянул Джоу за собой, и вскоре исчез. Крам, акула-получеловек, был рядом с заложником, но вскоре возникло разногласие. Он не заботился о своем заложнике Полиаке, но хотел забрать Гарри, а русалка не давала ему этого сделать. Ты должен спасти собственного друга, не беспокойся о других. Крам не ответил. Он взмахнул палочкой, и в ближайшую к нему русалку ударил столб кипящей воды. В том месте, куда попало заклинание, зеленая кожа русалки быстро покраснела, а затем она упала в обморок. Русалки вокруг замолчали, а пара желтых глаз уставилась на палочку Крама, выглядя очень испуганными. Несмотря на то, что вокруг полно русалок, Крам один, а русалки боятся волшебства. Акулья голова Крама открыла пасть, и русалки быстро разбежались и исчезли. Это оказался он. Иван чувствует, что происходит вокруг. Неужели Крам контролируется грюмом? В его глазах появился просвет, и он увидел, как Крам подплывает к нему, кусая зубами веревки на теле Гарри. Действия Крама очень грубы, он почти разорвал их пополам, но это бесполезно. Он снова взмахнул палочкой, но так и не развязал веревку между Иваном и Гарри. Он покачал головой акулы, разрушил статую и взяв Ивана и Гарри покидать деревню русалок и плывет вглубь озера. Глава 696 Седрик только что вышел из воды и увидел, что к нему спешит группа запаниковавших русалок, не меньше 20. Что случилось? Спросил он, остановив одну русалку. Та издала резкий, суровый голос и затанцевала, словно встревоженная. Седрик не мог понять ни слова. Эта русалка не говорит на человеческом языке. Он не понимает русалок. Русалка покачала зеленоволосой головой и указала на дно, чтобы Седрик следовал за ней. Чемпион, превративший свою голову в акулу, напал на нас с помощью магии. Он стал очень ненормальным. Особенно свирепая и уродливая женщина рыба всплыла и сказала странным голосом. Он готов забрать чужих заложников. Мы собираемся сообщить Дамблдору, что Крам напал на тебя. Седрик фыркнул и почувствовал неладное. Поколебавшись мгновение, он передал Джоу стоявшей перед ним русалке и вернулся с другой русалкой-воином, чтобы посмотреть, что случилось. По правде говоря, впечатление о Краме у него сложилось неплохое. Хотя он не слишком разговорчив, несколько контактов с ним были весьма приятными. Крам спокоен, он много знает, и обе стороны могли найти много общих тем, что тут происходит, почему он напал на русалку и отнял заложника у другого чемпиона. Должно быть, здесь есть какие-то недоразумения, это идея Седрика. Только вернувшись в деревню русалок, Седрик увидел Крама с Гарри и Габриэль движущихся в другом направлении. Что касается его собственного заложника, то мальчик по имени Полиак был беспорядочно брошен на землю. Седрик и воины-русалки бросились следом, но Крам плыл очень быстро. Иван и Гарри были крепко связаны веревкой, и Крам грубо тащил их вперед. Прошло больше минуты, и вдруг в мутном озере показалась грубая скала. На скале изображено множество русалок, в руках у них копья, и они преследуют нечто, похожее на гигантского кальмара. Иван видел много похожих камней на дне озера. Неужели это порт-ключ, неужели Бартик Рауч прячет его здесь? Это действительно смелая идея. Эта скала находится достаточно близко к деревне русалок, и найти ее очень сложно и запутанно. Крам посадил Ивана и Гарри на огромную скалу. Они не ушли сразу, да и времени у них не было. Казалось, он хочет отделить Ивана от Гарри и начинает рвать веревку между ними. Крам использовал много силы и сделал Ивану очень больно, но у него ничего не вышло. Как раз в тот момент, когда он решил принять какие-то меры, Седрик и группа русалок догнали его. Крам остановился и повернулся, чтобы посмотреть на них злым взглядом, выхватив свою палочку. Крам, в чем дело? Крикнул Седрик, недоверчиво глядя на него. Зачем ты привел Гарри в это место? Они должны оставаться в деревне русалок и ждать, пока их спасут их собственные чемпионы. В следующую секунду он поспешно склонил голову, чтобы избежать заклинания, исходящего от него, и в недоумении посмотрел на Крама. Крам действительно нападал на него. Седрик и Крам сражались вместе, и двое мужчин выстреливали заклинаниями. Движения Крама немного не гибкие, а его реакция всегда немного замедлена из-за того, что его контролируют. Не стоит и говорить, что Седрику помогает большая группа воинов-русалок, которые на этот раз не решили сбежать. Хотя русалки не используют магию, у них есть свой способ сражаться, бросаясь на него с копьем. В этом случае битва вскоре закончилась, а Крам отступил и хотел сбежать вместе с Гарри. Но Седрик не дал ему шанса, прекрасное коматозное проклятие поразило его, Крам потерял сознание. Это невероятно, этот парень просто сумасшедший, сказал Седрик, плывя вместе с русалкой. Из-за битвы его тело все еще дрожало, и они посмотрели на Крама, лежащего на дне озера. Русалка сделала веревку из водной травы и связала его. Седрик подошел к Ивану и Гарри. В такой неожиданной ситуации игру было трудно продолжать. Он собирается забрать их и доложить судьям о том, что произошло под озером. Не подходите, уходите отсюда. Неожиданно громко сказал Иван, выплевывая на Седрика множество пузырей. Он уже отказался от разоблачения. Когда Седрик приблизился, он почувствовал, что валун под ним начал проявлять магическую реакцию. По времени, установленному Краучим, портключ начал действовать. Увидев, что Иван вдруг открыл глаза и заговорил, Седрик фыркнул и опустился на камень. Почему эта маленькая серебристоволосая девочка проснулась? Эта мысль только что возникла в его голове. В следующую секунду он почувствовал, что пупок словно потянули. В озере плавали Иван и Гарри, а рядом с ними – Седрик. Вместе с ними тремя в озере плавал огромный камень, и теперь никто не сможет покинуть его. Пусть он тащит их за собой посреди свистящего ветра и вращающегося цвета, отдаляясь все дальше и дальше. Вскоре Иван почувствовал, что падает на землю. Где мы? Спросил Седрик и закричал. Что здесь вообще происходит? Рядом с Иваном открыл глаза Гарри и растерялся. Он открыл рот и выплюнул большую порцию воды, тяжело дыша. Седрик, Габриэль, вы, ребята, задыхался он. Что случилось? Я тоже хочу знать. Никто не сказал мне, что во втором туре будет портключ. Седрик схватил свою палочку, встал и огляделся, затем опустил голову и сказал. Гарри, будь рядом со мной. Девочка должна нам все объяснить. Она, кажется, что-то знает. Теперь они полностью покинули пределы Хагвардса, они под озером. Густая трава. Русалка и упавший на землю крам исчезли. Только мокрая картина огромного камня с рисунком охоты русалки доказывала, что это не сон. В тумане, окутывающем все вокруг, можно было лишь смутно различить очертания холма вдали. Габриэль, ты что-нибудь знаешь? Удивленно произнес Гарри. Затем он, казалось, о чем-то задумался. Его лицо стало необычайно бледным, и он с тревогой посмотрел на холмы вдалеке. Глава 697. Кажется, я был здесь. Медленно произнес Гарри. Его голос слегка дрожал. Ты был здесь? Удивленно спросил Седрик, с недоверием глядя на Гарри. Да, я попал в это место, но во сне. Быстро сказал Гарри, постоянно оглядываясь по сторонам. Совершенно верно, я помню форму холма Этис, растущей на этом склоне. А еще там есть изысканный старинный дом. Гарри никогда не забудет этот сон. Сон, такой реальный и неприятный. Он не стал продолжать, если все это правда, а не какие-нибудь иллюзии и сны. Тогда Валдимарт, вампир и ужасная злая статуя могут быть не за горами, что действительно ужасно. В окружении мрака воцарилась тишина, и Гарри не мог не вздрогнуть. Мне не нравится это место, сказал Седрик. Его голос был напряжен. Что бы ни случилось, мы должны найти способ вернуться. Вы двое встаньте, я помогу вам развязать веревку, привязанную к вашему телу. Нет, уходи отсюда, прямо сказал Иван, задыхаясь. Он не думал, что Седрик действительно придет. Если он убежит сейчас, у него еще будет время. Нет времени объяснять ему, Седрик должен покинуть это место немедленно. Если просто бежать в одном направлении, то должен быть шанс, Валдимарт не сможет его преследовать. Уйти отсюда, сказал Седрик. Не говори глупостей, как я могу уйти, оставив вас обоих в этом призрачном месте. К тому же, я не знаю, что это такое, если вы знаете, где мы. Он замолчал и с максимальной скоростью выхватил свою палочку. Кто-то идет. Они нервно сузили глаза, и в густом тумане появилась фигура, шаг за шагом приближающаяся к ним. Будет ли это Валдимарт или Корезис? Иван не мог разглядеть лицо мужчины, но, судя по походке и положению рук, тот, похоже, что-то держал в руках. Его тело очень высокое. Это волшебник, которого Иван раньше не видел. На нем плащ с капюшоном, закрывающий лицо. Когда расстояние между ними сократилось, Иван увидел человека. Он держит в руках нечто, похожее на ребенка. Это Валдимарт, и палочка, спрятанная в рукаве, естественным образом перекочевала в руку Ивана. Глядя на Валдимарта, Иван, как и Гарри с Седриком, тоже очень нервничает и продолжает обдумывать план. Если Валдимарт хочет убить Седрика, это можно сделать только сейчас. Хотя это и нехорошо, он не может отвечать за жизнь Седрика. Дамблдор мог бы сделать это и отдать все ради победы над Валдимартом, но Иван не может этого сделать. Это очень плохо, ведь грядут такие большие перемены. Рядом с Иваном тело Гарри вдруг неконтролируемо задрожало, его шрамы пронзила острая боль. Такой боли он не испытывал никогда в жизни, а его голова словно разорвалась. Он катался по земле, его руки были прикованы к лицу, и перед ним ничего не было видно. Из-за связанных веревок Гарри подтянулся Иван. Избавься от ненужных, произнес холодный голос. Раздался храп, а затем резкий крик, пронзивший воздух. Авада Кедовра. Сильный зеленый свет пронзил веки каждого. Убивающие проклятие. Седрик, похоже, испугался и вообще остался на месте. Шрам Гарри болит до крайности, его тошнит и хочет сорвать. Затем боль ослабла, и он медленно, со страхом открыл жгучие глаза. Он увидел, что Седрик растянулся на земле, он умер. В бесконечной секунде Гарри с неверием смотрел на лицо Седрика, на его серые глаза без выражения, как на окно заброшенного дома, на полу открытый рот, выглядевший немного удивленным. Мозг Гарри не мог принять это зрелище, и он ничего не чувствовал, кроме того, что это невероятно. Седрик умер у него на глазах. Кто следующий, он сам или Габриэль рядом с ним, страх постепенно овладевал им. Когда вспыхнул зеленый свет, тело Ивана дернулось и внезапно остановилась. Веревка, которая была ослаблена, вновь притянула его к Гарри. Седрик не умер, но был оглушен заклинанием. Убийственное проклятие пролетело над ним, и тогда Иван был вынужден начать действовать. Рядом с Седриком появилась странная черная тень и унесла его прочь от этого места, чтобы избежать смертельной атаки. Когда они появились вновь, Седрик уже упал на землю, но смерти не было. Корризис. Холодный голос стал еще холоднее, пробирая до мозга костей. Отдай мне этого мальчика, темный лорд. Слабо произнесла Корризис. Я разберусь с ним. Я предлагаю вам начать колдовать прямо сейчас. Гарри Поттер здесь. Думаю, вы тоже не можете ждать. Вы правы, я не могу ждать. Холодным голосом сказал Валдимарт. Кроме Гарри Поттера, он не интересуется другими людьми и не заботится об их жизни. Раз уж Корризис дал гарантию, пусть забирает мальчика. Корризис слегка поклонился Валдимарту и вместе с Седриком исчез в воздухе. Перед уходом он специально посмотрел на Ивана, который, похоже, узнал его маскировку. Корризис забрал Седрика. Он собирается сделать это и превратить его в вампира. Иван слышал, как этот парень говорил об этом. Он притворился, что находится в Хагвартсе, и нашел много хороших саженцев. Быть вампиром лучше, чем быть мертвым. Независимо от его цели, он решил проблему для Ивана, и ему не пришлось заботиться о Седрике. Человек в плаще осторожно опустил сумку и подошел к Ивану и Гарри. Иван заметил, что этот парень был бледен и худочев. Он не знает друг друга, может быть, еще один вампир или черный маг. Валдимар никогда не будет испытывать недостатка в последователях, даже если он слаб и неудачлив. Человек в плаще подошел и потащил Гарри и Ивана на середину пустыря, окруженного черными сорняками. Гарри отчаянно сопротивлялся, а Иван неподвижно, словно уже испугавшись, молча наблюдал за происходящим. Отойди от Габриэль, я буду ее защищать. Гарри не мог говорить, он мог только поджимать ноги. Другой человек грубо засунул ему в рот кусок черного вещества. Глава 698 После того, как черное вещество было засунуто внутрь, Гарри не мог издать ни звука, только сопротивлялся. Но это было бесполезно. Его руки и ноги были связаны, и он полностью потерял способность двигаться. Его тело дрожало, и человек в плаще начал ощупывать и исследовать его. Он слышал учащенное и легкое дыхание в капюшоне, и Гарри продолжал сопротивляться. Мужчина ударил его. Неловкость и оскорбление смешались, и Гарри не знал, что сказать. Иван поспешно обнял его сзади, давая успокоиться, не сопротивляясь, что просто не имело смысла. Они ничего не могут сделать сейчас, они могут только спокойно ждать, ждать возвращения Валдимарта. Другая сторона была занята проверкой натянутых веревок. Убедившись, что Гарри не может пошевелиться, он посмотрел на Ивана вдоль веревки и на мгновение замешкался. Он мог подумать, что Иван всего лишь маленькая девочка, которая боится, что это не помешает следующей магии, поэтому она ему безразлична. Он оставил двух людей в траве, а затем, не говоря ни слова, поспешил прочь. Позади Гарри Иван резко поднял голову и посмотрел сквозь густой туман. Он увидел перед собой каменного скорпиона. Валдимарт был как раз под ним и в похожем на младенца состоянии, и он был неспокоен и жаждал двигаться. Гарри тоже смотрел на него, страх и отчаяние расползались по телу. Его шрамы горели и болели. Он вдруг понял, что не хочет ничего видеть в мешке. Он не хотел, чтобы мешок открылся. Сейчас произойдет страшное, и он вдруг понял, что они с Габриэль могут умереть здесь. Как Седрик, который только что умер, а потом его тело забрал злой вампир для опытов. В следующую секунду Иван услышал какой-то звук у своих ног и посмотрел вниз. Он увидел большую змею, ползущую по траве. Она подползла к ним, выплюнула письмо и посмотрела на Ивана и Гарри так, словно не могла не проглотить их. Внутри сумки раздался стон, и змея отступила на некоторое расстояние, не желая кружиться вокруг них. Человек в плаще начал набирать котел, слышен плеск воды. Этот котел очень большой, больше всех остальных, которых Иван когда-либо видел, и может вместить взрослого человека целиком. Вещи в мешке на земле зашевелились энергичнее, словно пытаясь вырваться на свободу. Внезапно раздался скрип зеленого пламени, и нечто прыгнуло в пламя. Жидкость в котле, кажется, нагревается очень быстро, и поверхность не только начинает кипеть, но и спускает искры, словно горит. Пар становится все гуще и гуще, окружающий туман все сильнее, а человек, наблюдающий за пламенем, расплывается в улыбке. Мешок зашевелился еще сильнее, и они услышали резкий, холодный голос Валдимарта. Быстро. Теперь вся поверхность воды вспыхивает искрами, похожими на бриллианты. Все готовы, хозяин. Голос мужчины дрожал, словно он боялся смерти. Сейчас, сказал холодный голос. Он поднял с земли сумку и открыл то, что было внутри. На глазах у Ивана Гарри пытался издать еще один крик, но не мог. Мешок распахнулся, как будто в него врезался камень, и оттуда показалась склизкая уродливая тварь. Нет, это еще ужаснее, в сто раз ужаснее. Нынешний облик Валдимарта напоминает сдувшегося младенца, но еще хуже. У него нет волос, а тело кажется покрытым чешуей, темной и красной, как нежное мясо. Руки и ноги тонкие и мягкие, а лицо. Ни у одного живого ребенка нет такого лица, плоского змеиного лица с парой сверкающих красных глаз. С совершенно бескорыстным видом оно подняло свои тонкие руки и обхватило шею мужчины. В это время голова мужчины исказилась, стало видно бледное и слабое лицо со страхом и тревогой, а также следами безумия. Он прославится воскрешением Валдимарта. Этого достаточно, чтобы войти в историю черной магии. Он прижал Валдимарта к краю котла, и брызги воды на поверхности зелья осветили его лицо. Затем Валдимарта с плеском кинули в котел. Даже на расстоянии он все равно слышал тихий звук, с которым его мягкое тело касалось дна. Начинается. Пробормотал Иван, крепко сжимая в руки палочку. Гарри тоже постоянно молился и терпел. Боль на лбу почти невыносима, и он хотел утопить ей. Мужчина заговорил, и его низкий голос дрожал, словно он был напуган. Он поднял палочку, закрыл глаза и крикнул. Кость отца, добровольно пожертвованная, может возвратить вашего сына. В лежащем на земле мешке небольшое количество пыли откликнулось на его призыв, поднялось в воздух и плавно опустилось в котел. Поверхность алмазоподобной жидкости разорвалась, заскрипела, заискрилась, и жидкость окрасилась в ярко-красный-синий цвет, который на первый взгляд был ядовитым. Однажды Иван попросил Люпина и Сириуса найти могилу отца Валдимарта, но перед этим вещи, находившиеся в ней, Валдимарт забрал, оставив только надгробный камень, который был разрушен. Когда Валдимарт встретил вампира в лесах Албании, он уже планировал это. Перед этим тело мужчины задрожало от пламени, и он ненадолго остановился. Затем он вытащил из плаща длинный, тонкий, серебристый кинжал, и его голос дрогнул. Плоть слуги отдана и добровольно, пожертвованная хозяину сможет возродить его. Он вытянул правую руку, затем схватил кинжал левой рукой и взмахнул им в сторону правой. Иван и Гарри подсознательно закрыли глаза. Среди болезненных криков и голосов они услышали отвратительный звук, кинжал упал на землю, а затем что-то бросили в котел. Это была человеческая рука. Иван видел подобное описание в бесчисленных книгах по черной магии, но никогда не думал увидеть это. Это самый злой и ужасный ритуал, выходящий за рамки злой магии в общем смысле. Гарри мучился от боли, пытаясь набрать в легкие побольше воздуха. Кинжал, которым размахивал мужчина, словно резал его. Глава 699 На открытой земле раздавались лишь болезненные вздохи и хрипы, которые эхом разносились по воздуху. Иван открыл глаза и спокойно наблюдал за происходящим. Все было почти закончено, остался лишь последний шаг. К ним, пошатываясь, шел мужчина, и кровь окрасила его черные одежды в красный цвет. Он полностью игнорировал это, позволяя крови разбрызгиваться, и на его лице в последний раз промелькнуло безумие. Кровь врага насильно отнятая, поможет врагу возродиться. Равнодушно сказал он, почти выбившись из сил. Гарри отчаянно боролся, пытаясь освободиться от связывающих его веревок. Он видел, как серебряный кинжал, свисавший перед его глазами, покачивается в руках стоявшего перед ним человека. Гарри не мог пошевелиться, он мог только наблюдать за движениями другой стороны. В следующую секунду он почувствовал, как острие кинжала вонзилось ему в руку. Он ощутил боль в сердце, кровь заструилась по разорванным рукавам мантии. Мужчина, тяжело дышавший от боли, достал из кармана небольшую стеклянную бутылочку и приложил ее к ранегарри. Небольшое количество крови вытекло в бутылочку, взяв кровь Гарри, поколебался и влил ее в котел. Жидкость тут же превратилась в ослепительно-белую, вязкую жидкость со зловонным запахом. Человек выполнил задание, споткнулся рядом с котлом, присел на корточке, уперся коленями в землю, держась за собственную сломанную руку и переводя дыхание. Рядом с ним яростно кипит жидкость, выплескивая алмазоподобный свет, такой яркий и ослепительный. Успешно. Иван уставился на камень, а Валдимарт использовал кровь Гарри для воскрешения. Проклятие крови матери Гарри будет действовать на них обоих, защищая Гарри и становясь невероятно могущественным. Внезапно свет погас. От котла поднялся белый пар, который смешался совсем вокруг, скрыв все туманом. Чувства затуманились и потерялись. Беспокойство становилось все сильнее и сильнее. Это жуткое ощущение. Сквозь густой белый туман они увидели черную фигуру человека, медленно поднимающегося на корточках. Высокий и худой, похожий на таракана, с бледной и странной кожей. Слуга мой. Холодный, резкий голос раздался из тумана. Человек, упавший на землю, поспешно поднялся, все еще держась за руку. Он схватил с земли завернутую черную мантию, встал и одной рукой надел ее на голову хозяина. Худой человек оделся, и его красные глаза уставились на Гарри. Гарри увидел лицо, которое часто являлось ему в кошмарах на протяжении трех лет. Оно было бледнее таракана. Два больших глаза были красными, нос – плоским, как у змей с двумя щелями. Валдимарт воскрес. Валдимарт отвел взгляд от Гарри, увидел, что тот смотрит на Ивана рядом с ним и начал осматривать свое тело. Его рука, похожая на бледного паука, тонкие пальцы касаются его тела, и он гладит то один дюйм, то другой. Бедра, грудь, руки, лицо, его движения медленны, деликатны и нежны. Красные глаза ярче горят в темноте, как глаза кошки. Медленно коснувшись всего лица, он поднял руки и пошевелил пальцами, выражение его лица было экстатическим. Валдимарт погрузился в радость от нового тела. Прошли годы, и он, наконец, восстановил свою жизнь и вернулся в волшебный мир. Он не обращал внимания на человека, упавшего на землю и истекающего кровью, не обращал внимания на Ивана, Гарри и большую змею. Атмосфера странная и тихая, а время кажется очень долгим. Иван понимает, что пора уходить. Цель этого путешествия достигнута. Валдимарту нет нужды убивать Гарри. Многое еще не готово, и он не заинтересован в том, чтобы оставаться на вечеринке по случаю воскрешения Валдимарта. Порт-ключ, который Корезис дал ему, был у него в руках, и он уже начал его открывать, когда только пришел. Через некоторое время они могут уйти отсюда, если за это время не случится что-то непредвиденное. Наконец Валдимарта смотрел свое новое тело и выглядел довольным. Он запустил свои длинные пальцы в глубокий карман и достал палочку. Он снова нежно погладил палочку, затем высоко поднял ее и холодно и резко улыбнулся. Я вернулся, прошептал он, как много людей еще помнит меня. Валдимарт взмахнул палочкой, и в воздухе появилась темная метка, а из нее выплюнулась зеленая змея. Она вырисовывалась в воздухе и становилась все более явной. По мере того, как она увеличивалась, Валдимарт внимательно наблюдал за ней. Они заметят это. Теперь мы увидим, мы узнаем. На лице Валдимарта появилось жестокое самодовольное выражение. Он выпрямился, поднял голову и окинул взглядом безлюдное пространство. У скольких людей хватит смелости вернуться, почувствовав это, пробормотал он. Сколько еще людей окажутся глупцами. Он начал ходить взад-вперед перед Ливаном и Гарри, время от времени осматривая открытое пространство. На человека, упавшего на землю, он даже не взглянул, словно тот был бесполезным мусором. Мужчина остановил кровотечение особым способом, но он все еще был очень слаб и находился в предсмертном состоянии. Вампир, примкнувший к Валдимарту, похоже, не думал, что его новый хозяин окажется настолько безжалостным. Он не мог умолять о помощи. Иван холодно смотрел на все это, рассчитывая время, крепко держа Гарри одной рукой. Внезапно Валдимарт направил свою палочку на мешок, и он полетели к Ивану и Гарри. Это прах его отца, одна из необходимых вещей при его воскрешении, а теперь полностью утратившая свою полезность. Взгляд Валдимарта снова упал на тело Гарри, и его лицо исказилось, открыв жестокую улыбку. Гарри Поттер, мы снова встретились. Он тихо прошептал. Эти кости принадлежали моему отцу. Он магглый глупец, как и твоя мать. Но он полезен, а ты? Когда ты был маленьким, твоя мама умерла, чтобы защитить тебя, а я убил своего отца. Видишь, каким полезным они стали после смерти. Валдимарт снова рассмеялся и зашагал взад-вперед, осматривая окрестности, а змея все еще ползала по траве. Моя мать, волшебница, она влюбилась в него, влюбилась в маггла. Но когда она назвала свою личность, он бросил ее. Мой отец не любит магию, прошептал Валдимарт. Как и все глупые магглы, он бросил ее и вернулся к своим родителям магглам. Когда я еще не работал.